бесплатные вебинары для руководителей эксперты по построению бизнеса расскажут новые сценарии онлайн-продаж современные возможности интернет-маркетинга как продавать в соцсетях и мессенджера как контролировать сотрудников на удаленке и как организовать онлайн-офис делайте бизнес прибыльным для себя и надежным для своего клиента доброе утро друзья сегодня будем говорить про продажи поговорим о том как стимулировать продаж и я надеюсь что наш я уверен вы все знаете и послушать его игорь расскажет нам все ой-ой-ой бесплатные вебинары для руководителей по построению бизнеса расстояние онлайн-продаж современные возможности ну ладно давайте так прежде чем мы начнем несколько технических моментов один из главных моментов который сейчас меня больше всего беспокоится за то как вы нас видите и слышите если у вас все хорошо я прошу вас чатик написать плюсик поставить какую-нибудь галочку 80 все что вам придет в голову пишите в час положительное спасибо большое уже вижу обратную связь супер если вас возникает какая-то проблема в процессе вебинара мы начали тормозить заикаться пропала звук пропала картинка или еще что-то один из самых действенных способов это переподключить в вебинар ну то есть просто выйти перезагрузить вкладку перезапустить браузер или что-нибудь в этом ничего не видно вот собственно один один из тех случаев нужно попытаться как-то обновить что вы обновить ваш браузер вот вебинар ну что ж окей я вижу что у большинства все в порядке я надеюсь что это у нас пропадет мы соберем будем отключать микрофон и друг друга чтобы у нас не было ни в коем случае свои микрофоны чтобы у нас не было ни в коем случае никакого вот этого задавая не звука и этого не должно быть второй момент который также важный который самый частый вопрос на любом вебинаре это будет ли запись вебинара до запись вебинара будет мы не обязательно пришли более того это произойдет автоматически как только она сконвертируется после окончания вебинара на это требуется некоторое время она конвертируется в подходящий формат и вам автоматически придет ссылка на ту почту которую вы указывали при регистрации данного вебинара также помимо записи вам придет обещанный чек-лист то что мы анонсировали при которой вы видели на лендинге и так далее в общем все материалы у вас обязательно будут и еще один момент это то что если у вас возникают какие-то вопросы мы сегодня говорим не только маркетинг продажную систему в том числе и рам систему битрикс24 если у вас по ней какие-то вопросы возникают процессе наших докладов процессе какого-то нашего с вами диалога задавайте вопросы в чатике в чатике для этого присутствует несколько наших партнеров специалисты по внедрению платформы и соответственно они могут ответить вам на все вопросы прямо в чате оказать консультативную поддержку и возможно даже делать это далее за пределами чата если вам потребуется более детальная помощь вот ну и собственно говоря вопросы игорю вопросы мне вы точно также даете в чате или в закладочке вопросы мы будем за этим следить и соответственно отвечать на ваши вопросы в прямом эфире ну на этом собственно моя такая вступительная технологическая и техническая часть закончена я предоставляю слово игорю игорь прошу вам слова но я буду там по возможности мучить вас вопросами если они будут возникать на наших зрителей отлично значит теперь я проверяю меня видно меня слышно сергей как по крайней мере вы меня видите и слышите да все в порядке и сейчас часть точно так же пишут что все хорошо отлично хорошо смотрите у меня есть такая веселая история с которой я хочу начать лет десять назад я консультировал одного клиента и там была ситуация такая классическая конфликт между маркетингом и продажами достаточно большой компании и мы как консультанты подписались под то чтобы помочь решить эту проблему мы поговорили со всеми участниками процесса со службой маркетинг со службой продаж сделали план и начали представлять его акционерам акционер в этой компании было четыре и вот значит самый главный акционер женщина она в роли президента выступает мы рассказали она говорит прикольно и вы нашли решение мне все нравится ну так по полочкам все разложили ну уж чтобы два раза не вставать блять скажите пожалуйста а вот как маркетинг может нам помочь не только решить проблему между продажами и маркетингом как маркетинг может помочь нам в принципе увеличить продажи у вас есть такой же системный ответ как на вопрос как решить конфликт между маркетингом и продажами я такой сказал у меня вот сейчас я как ну когда есть не знаю я об этом признаюсь и не вижу здесь никакой проблемы я сказал вы знаете у меня нет сейчас решения давайте я нам через день вернусь к вам с ответом и проходит день я зарылся в своей библиотеке занырнул в интернет нет ответ на этот вопрос на все вопросы есть даже как говорят что можно найти рецепт рецепт изготовления атомной бомбы в интернете вот ответ на вопрос как маркетинг может увеличить продажи не найти кстати вот тут прям такая ремарка ой что я сделал ремарка в сторону искусственного интеллекта я спрашивала алиса я спрашиваю у сири я спрашивал у других голосовод помощников как маркетинг может увеличить продажи и реально пока тупит искусственный интеллект поэтому то что у меня не было ответа на этот вопрос ничего удивительного я пошел в ленинскую библиотеку просил еще неделю зарылся в ленинской библиотеке нет ответа на вопрос то есть реально вот на какие хочешь вопросы есть ответ вот как маркет может увеличить продажи ответа нет я через неделю сделал материал я потом написал такую книгу прибавить оборот в 47 маркетинговых способов увеличить продажи системно быстро и без бюджета я считаю что прямо по этой книге себе еще не был кандидатом наук а вторим защитился прекрасно можно защищать кандидатскую диссертацию и собственно поскольку женщина была очень такая ну конкретная нельзя было там разливать воды я сказал что есть пять вещей но пять направлений и 47 способов с помощью которых можно увеличить продажи собственно про них я хочу вам сейчас рассказать и есть в вашем бизнесе нужно увеличить продажи это такой чек-лист по которому вы можете двигаться а увеличивая продажи в любом бизнесе в любом но еще раз с точки зрения маркетинга потому что есть продажи есть логистика есть и чар есть финансы и есть налоговая оптимизация то есть можно увеличивать продажи или это доходы обороты и беду там а прибыль с помощью этих способов но я говорю про маркетинговые инструменты кстати интересно было я был в гостях филиппа котлера и я его спросил как маркетинг может увеличить продажи как он отвечает на этот вопрос он такой у меня есть как классная книга 8 ways to grow a market share в оригинале называется 8 способов поднять вашу долю рынка но у филиппа он такой макроэкономист у него такие методы типа там партнерство государства или создание альянсов или выход на международные рынки ну то есть понятно что для большинства малого бизнеса или до среднего способа бизнес такие способы не заходящие поэтому я буду говорить про конкретные вещи итак первое это позиционирование позиционирование это самая главная маркетинговая концепция которая была придумана почти 50 лет назад два года и будем праздновать 50-летие ее придумали два американца элрайс и джек траут и они определили позиционирование как способ отличаться от конкурентов в сознании ваших покупателей книга простая называется на позиционируйся или умирай книга очень популярная этого многие читали но почему-то все равно никто системно позиционируем не занимается я после этого упростил концепт позиционирования для меня позиционирует на правильный ответ на вопрос почему вы то есть предположим если вы партнер битрекс24 и есть масса других партнеров которые такие же партнера как вы и потенциальный заказчик задает вам вопрос но он себе сначала задает вопрос потом можно задать его вслух почему я должен выбрать именно вас почему должен работать на с вами они с вашими конкурентами. Вы стоматологическая клиника, вы магазин цветов. То есть у вас всегда должен быть ответ на вопрос, почему вы. Вот с него абсолютно все начинается. То есть такое первое вам домашнее задание, чтобы наш эфир не прошел зря, попробуйте написать ответ на вопрос, чем мы лучше, чем другие. Почему наши клиенты должны покупать именно у нас. Я сейчас не могу проверить ответ, который вы даете, но теоретически могу, но вы сейчас меня завалите ответами. Я больше чем уверен, что они будут достаточно банальными. У нас широкий ассортимент, у нас более низкие цены. Или мы очень хорошо работаем. То есть вот такие вещи банальные, они, как правило, клиентов не привлекают, не цепляют, чашу весов в вашу сторону не перевешивают. Итак, позиционирование – это первое, что нужно сделать для того, чтобы убедиться, что наши продажи могут начать расти. Потому что очень часто люди в бизнесе 2, 3, 5, даже 10 лет у них нет этого классного ответа на этот вопрос. Я просто представляю, сколько они денег недозаработали. Поэтому вот еще раз все начинается с позиционирования. Второе, что мы делаем – это точки контакта. Тут я тоже написал книгу, она так и называется «Точки контакта». Для тех, кто не знает, это простая концепция, которая помогает ответить на вопрос, вот в каких моментах, местах, ситуациях, интерфейсах мы соприкасаемся с клиентом, и как сделать так, чтобы это соприкосновение было классным. Ну, предположим, у вас стоматология. Где я с вами соприкасаюсь? Ваша реклама. Или я пришел к вам уже в стоматологию, это зона ресепшн. Вообще, на самом деле, это уже входная группа. Или это даже парковка. Если вы ресторатор, то, соответственно, это ваше меню. Это такая очень важная точка контакта для любого ресторана. Или даже это туалеты. Вот я помню, есть такая классная книга, которую тоже вам хочу посоветовать, Карл Сьюилл, клиент на всю жизнь. И Карл Сьюилл выехал в своем автомобильном бизнесе, в том числе за счет того, что у него абсолютная чистота в туалетах. У него прям есть отдельный сотрудник, который следит за тем, чтобы чисто было в туалетах. Там убирается с регулярной чистотой. И это прям очень крутая история. Поэтому вот покажите мне ваш туалет, я понимаю ваше отношение к сотрудникам или ваше отношение к клиентам. Это все точки контакта. История следующая. Надо просто сесть в своем собственном бизнесе, и сделать полный список точек контакта. Он может быть онлайн, он может быть оффлайн. И нужно просто попытаться проверить себя по определенному чек-листу. Там приложим оценить точку контакта. Там 1, 2, 3, 4, 5. 5, отлично, 1, плохо. Или можно использовать технологию вау, нормальный отстой. Вау – это клевая точка контакта. Нормальная точка контакта, но отстой. Это очень плохая точка контакта. Еще может, кстати, ее условно и не быть, в этой точке контакта. Поэтому второй шаг – это первое позиционирование. Второй – это точки контакта. И здесь очень важно для любой компании понимать, что двигаться дальше, заниматься другими вещами, с помощью которых можно увеличивать продажи. На самом деле это усугублять ситуацию. Потому что если у вас ужасные точки контакта, то у вас ужасный сайт. А вы запускаете рекламную кампанию, у вас становится больше клиентов. Больше клиентов приходит на ваш рекламный сайт, и все лиды, которые вы купили, для того, чтобы люди вам позвонили в колл-центр или зашли к вам на сайт, вы просто выбрасываете в мусорное ведро, не знаю, впустую. Поэтому еще раз, сначала точка контакта, а потом, собственно, лидогенерация. Поэтому еще раз говорю, что сначала мы… Я еще пытаюсь сейчас очень просто объяснить, просто объясняя на пальцах. Первое – ответ на вопрос, чем я лучше, чем другие. Потом этот ответ должен быть во всех точках контакта. Предположим, если вы говорите, что вы быстрые, то у вас должны очень быстро отвечать менеджеры. Я помню, мы были с одной группой в Штатах в поездке, и нас вез гид, и мы ехали из Лас-Вегаса в Лос-Анджелес на автобусе. И гид говорит, сейчас мы подъедем к одной заправке, посмотрите, как там работают ребята. И мы подъезжаем к заправке, и заправщик, увидев, что мы подъезжаем, то есть мы свернули из угла и подъезжаем к заправке, он бегом бежит из магазинчика и заправляет нашу машину. То есть они двигаются бегом. И американцам это ужасно нравится, потому что если они видят, что человек бегает, это означает, что он их уважает время, а время в Америке – деньги. Поэтому еще раз сначала ответ на вопрос, почему мы, а потом проверка, если как бы вот трансляция этого ответа в наших точках контакта. Например, вы говорите, мы условно клиент-ориентированы, а я получаю ваш договор, и ваш договор, не знаю, на 8 страниц, написан юристами, мелким шрифтом, а я там в очках его разобрать не могу. Поэтому вот здесь очень важно, дьявол в деталях, говорят французы, поэтому очень важно помнить про то, что дьявол в точках контакта, ну или доход дополнительный в точках контакта. Еще раз, когда второе домашнее задание, вы пытаетесь сделать такой полный список точек контакта. Обычно моя практика показывает, что это около 30 точек контакта для компаний, которые оказывают услуги, а для компаний, которые занимаются чем-то физическим, ну это там больше 50. У меня есть консалтинговый бизнес, мы отчимных партнеры, мы работаем с девелоперами, и мы даже для наших клиентов-девелоперов, застройщиков сделали уже готовую такую рабочую тетрадь 120-112. 112 точек контакта компании-девелопера. То есть, представляете, если вы застройщик, вы можете просто двигаться по этой тетрадке, отмечать то, что у вас есть или чего у вас нет, и ставить себе оценку. Ну вот, по идее, конечно, такая тетрадка должна появиться в вашем бизнесе. Потому что, ну, однажды у меня был даже клиент, с которым мы поспорили, что если они просто улучшат точки контакта, это была компания промышленная, она работающая на рынке B2B, и основные точки контакта для них были сайт, коммерческое предложение, презентация менеджеров перед унициальными клиентами. Если они улучшат эти точки контакта, у них тут же вуаля, увеличится продажа. Ну, собственно, так и случилось. Следующая история, третья вещь, которую вы можете сделать, это так называемый человеческий фактор. Но все-таки маркетинг делают люди, и очень важно, чтобы люди, которые работают в вашей компании, работали по схеме мотор. R – это результат, мотор. M – это мотивация. O – это организация. T – это тренировка, и O – это оснащение. То есть очень важно, мы сейчас говорим про людей, которые занимаются продажами, потому что если мы говорим про то, что маркетинг может увеличить продажи, маркетинг – это иногда продажи. То есть тут крайне тонка. Некоторые компании считают, что маркетинг – подчиненная вещь, он уходит в продажи. Некоторые люди считают, что маркетинг и продажи – это близнецы-братья, две равные функции, которые должны. Есть коммерческий директор, и у него есть директор по маркетингу, директор по продажам, и они равновеликие люди, хотя, конечно, у директора по продажам обычно больше сотрудников. В большинстве компаний так бывает. Иногда бывает прямо вице-президент по маркетингу, вице-президент по продажам в крупных компаниях. Они одинаково подчиняются президенту компании. Поэтому еще раз, мотивация, она рулит. Здесь есть очень коротко. К сожалению, в вузах не учат мотивации. Все предприниматели не умеют мотивировать свою команду. И если попытаться на пальцах объяснить систему мотивации, то берем такие две линии, пересекающиеся. Наверху пишем индивидуальная и командная. То есть мотивация может быть индивидуальная и командная. И тут самое главное – понимать, что когда какой-нибудь продавец, предположим, закрыл крутую сделку, и мы его благодарим, мы демотивируем других. Юриста, которому помогал, маркетолог, который лидогенерил, или, не знаю, технаряк, который готовил техническое предложение. Или там финансовая служба, которая билась над тем, чтобы сделать предложение финансово привлекательным и подобрать для клиента максимально удобный вариант оплаты. И герой получил все плюшки, а все остальные ничего не получили. И это была командная демотивация. Поэтому еще раз, да, нужно поощрять звездочер, но не забывать про поощрение групп поддержки. И если мы поощряем отдельных сотрудников, нужно поощрять и команды. Следующая веточка – это ожидаемая неожиданная мотивация. Это, пожалуй, самый сильный элемент, потому что ожидаемая – это зарплата, бонус, премия. Повторю, ожидаемая мотивация – это зарплата, бонус и премия. Мы их ждем. Но неожиданная мотивация – это как раз то, что может сделать предприниматель. Предположим, взять и сказать, слушай, ты красавчик, забирай мой чехол, вообще на самом деле вдвойне красавчик, забирай мой айфон, сейчас я его обнулю, мой 12-й айфон твой. Или это может быть какая-нибудь бутылка вина, которую ты взял, пошел, человек купил. Или ты просто подходишь к человеку и говоришь, слушай, это была сделка месяца, не знаю, ты свободен, иди домой, отдыхай, у тебя там 2 плюс дня оплачено к отпуску. Вот все вот эти неожиданные вещи, которые мы делаем, чтобы поощрить, замотивировать сотрудника, который чего-то достиг, или команда, которая чего-то достигла, именно они запоминаются. Вот я много работал наемным менеджером и работал 3 года в Австрии, отвечал за регион Центрально-Восточной Европы, Ближний Восток и Африка. Это 68 стран мира, потом еще дали Западную Европу, 74 страны всего. И меня, конечно, мотивировали. У меня была достаточно высокая зарплата, там большие бонусы. Но самая неожиданная мотивация, это когда у нас был форум лучших продавцов, и я знал, что каждому продавцу будут дарить, ну, такой сертификат на определенную сумму, на покупку вещей в Амазоне, и бутылку классного испанского вина, потому что у нас все проходило в Испании. Она была такая прям раритетно-раритетное вино, я его как раз и выбирал, потому что мы помогали организовывать это мероприятие. И, соответственно, все лучшие продавцы получают, ну, как бы я знал, что нужно будет купить, там, не знаю, 20 бутылок вина, и я так считаю, 19 вручили. И, значит, выходит наш президент и говорит, а сейчас мы хотим отметить человека, без которого мы бы все не выполнили план. Игорь, спасибо тебе большое за то, что вы делаете такой классный маркетинг с вашей командой. И, значит, эта бутылка, она уже уксус, но, то есть, реально, у меня рука не поднимается ее выкинуть, потому что это была настолько неожиданная мотивация, я не ждал ее. И, конечно, я это помню до сих пор. Дальше. Есть мотивация кнут и пряник. Тут все зависит от руководителя. Кто-то, ну, жесткий, кто-то мягкий. Я, по-моему, очень мягкий руководитель, иногда злюсь. И, конечно, злость моя страшная, в гневе я страшен, поэтому лучше таких руководителей до гнева не доводить. Радуйтесь, когда ваш руководитель мягкий, раздает пряники, но еще раз, не надо нас подбешивать. Ну, и последняя мотивация – это моральные и материальные. У материальной есть тупик, те же самые зарплаты, бонус, премия. И тут мы прям реально попадаем в тупиковую историю, потому что, ну, больше зарплаты по рынку платить – это как бы сокращать свою прибыль, увеличить фод. И, собственно, бонусами тоже задаривать каждую неделю сотрудника смысла нет. Поэтому любой руководитель должен освоить весь инструментарий моральной мотивации от благодарственных писем родителям, жене, детям, даже такое практикуется, до такого нормального человеческого спасибо, до каких-то там просто классических внимашек, рукопожатия и так далее, так далее, так далее. Ну, естественно, помощь сотруднику в каких-то тяжелых для него жизненных ситуациях – это мотивация. Обучение. Я писал себе в Инстаграме про то, что есть 19 способов обучения от чтения, обучения в аудитории, просмотров видеоконтента, наставничества, бенчмаркинга, поездок, стажировок. Ну, то есть надо просто понимать, что к каждому человеку заходят определенные методы обучения, и надо выбрать свой. Я люблю читать книги. Как-то за год я прочитал 553 деловых книги, и о том, как я это смог сделать, я писал в книжке «Читай». Поэтому, если вы хотите научиться читать больше, правильно обрабатывать прочитанное и правильно выбирать книги, рекомендую книгу «Читай». Кстати, один из моих соавторов по новой книге про личную эффективность сейчас пытается побить этот рекорд. Он хочет прочитать 555 книг, и, похоже, у него это получится. Поэтому все возможно. Дальше мы говорим про тренировку. Ну, конечно, практика – лучший наставник, но иногда нужно отрабатывать новые навыки, и поэтому продавцов, особенно продавцов, нужно держать навыки, нужно отрабатывать какие-то навыки у маркетологов. Мы, по-моему, в компании «Манч-партнеры», мы даже сделали специальную игру «Сделкус». И мы рекомендуем сотрудникам отдела продаж, перед тем, как начать работу, в эти карты сыграть. Играет трое – один продавец, один покупатель, один наблюдатель. И, предположим, ты достаешь карточку, на которой написано «У человека не хватает денег на квартиру». И, собственно, человек говорит, ну, я бы купил, но у меня нет столько денег. Вот здесь должен продавец как бы исхитриться и продать, исходя из ситуации, что у человека денег нет. А наблюдатель просто потом анализирует и говорит, слушай, ты забыл предложить льготную ипотеку, или ты забыл человеку сделать апселл, можно было, если он согласился на то, что он готов прокритироваться, и у него хорошая кредитная история, по факту можно было предложить ему апселл, потому что продать не однокомнатную, а двухкомнатную, а не двухкомнатную, а трехкомнатную квартиру. Вот. И оснащение – это тоже очень важная история, потому что мы часто жмемся в обеспечении наших сотрудников правильными рабочими местами. Мы считаем, что если человек работает дома, то у него должно быть все прекрасно, сам по себе появляется быстрый интернет, сам по себе появляется удобный рабочий стол. Я вот сейчас веду трансляцию из Сколково. Я сейчас утром выступал перед одной компанией, и меня попросили сделать такую, там, Сколково подготовил уже 4-месячную программу, а я делал такое интро – введение в маркетинг. И я прямо сейчас сижу, и там стул неудобный. Я понимаю, что если бы я там с вами 2 часа сидел, я бы просто весь измаялся. Но, слава богу, быстрый интернет. Поэтому нужно стараться создавать максимально удобное рабочее место, потому что, как я люблю говорить, максимально удобное рабочее место – фундамент максимально эффективной работы. Кстати, совсем недавно в своем Инстаграме я писал, там, если вы представите, фоточка такая, столик на балконе стоит. Я сделал такой чек-лист рабочего места, и, собственно, вы можете пройти по этому чек-листу как сотрудник, как фрилансер или как руководитель, и подумать над тем, каким образом вы могли бы увеличить эффективность работы своего сотрудника, предложив ему какое-то дополнительное оборудование или какой-нибудь там классный девайс. Собственно, вот это и есть схема мотора. Еще раз повторю, результат мы получаем тогда, когда работает девиз мото. Мотивация, обучение, тренировка, оснащение. Второе способ, с помощью которого компания может продавать – это сделать так, чтобы было в компании больше продавцов. То есть, если у вас 5 продавцов, у вас одни продажи. Появляется шестой продавец, как правило, продаж должно быть больше. Хотя иногда некоторые компании сокращают количество продавцов, но правильно организовывают их работу, и продажи не падают. Некоторые компании даже используют прием в нескольких отделах продаж. То есть, когда есть один отдел продаж, у него нет конкурентов. А когда ты один отдел продаж, потому что там работает 6 человек, ты его бьешь на 2 отдела продаж, в котором работают 2 отдела продаж. Было 6 человек, теперь один отдел продаж 3 человека, другой 3 человека. И забег на 3 месяца. Квартал и побеждает этот отдел продаж. Все эти ребята остаются в компании, а здесь второй отдел продаж, который продал меньше, расформировается. Остается лучший продавец. Теперь 4 продавца, 2 берем с рынка, еще 2 добавляем, получается снова 6 человек. Мы их перемешиваем, у нас снова 2 команды по 3 человека. И, собственно, они снова бегут на дистанцию к кварталу. То есть, остаются лучшие из лучших. Понятно, что они еще не могут притереться к себе, то есть, появляется какой-то фактор новизны. То есть, это очень классная технология, которую используют очень многие компании. Дальше. Лучшая организация отдела маркетинга. Тут я могу говорить бесконечно долго, но просто в очень многих компаниях нет отдела маркетинга, даже иногда нет маркетера. Поэтому просто хочу сказать, что чем лучше у вас работает маркетер, или чем лучше у вас работает служба маркетинга, тем лучше у вас маркетинг, тем лучше у вас продажа. Дальше. Лучшая организация отдела продаж. Здесь тоже как бы вот история про то, что многие люди делают отделы продаж. Ну, слава богу, есть там BITX24, есть ARM-система, еще про нее поговорим. И она позволяет проанализировать, насколько классно или не классно работает тот или иной продавец. Она позволяет проанализировать, работать с клиентами, понять, что иногда вам не нужна какая-то плоская структура из одних продавцов. А нужны продавцы-фермеры, которые обслуживают существующую клиентскую базу. Продавцы-охотники, которые находятся за новыми клиентами. Продавцы-перехватчики, которые перехватывают клиентов и конкурентов. Это дожиматоры. Это люди, которые работают долго. Просто часто бывает, что, я помню, я работал в одной компании, у нас прям была стратегическая цель за два года перехватить одного клиента, нашего конкурента. То есть мы реально в долгую, был создан отдел, целый отдел, целая группа, которая делала касание этого клиента. Мы просто понимали, что когда он к нам придет, мы двукратно вырастим в обороте. Это был гигантский клиент. Нужно было просто так работать. То есть вы готовы инвестировать в то, что у вас появляются дополнительные сотрудники отдела продаж, которые дожимают клиента, который вам нужен. Ну, собственно, не должно быть конфликта между маркетингом и продажами. Помните, с историей, с которой я начал, они, ребята, давайте жить дружно. У меня есть книга «Согласована». Она прямо про эту историю, про то, что продавцы, промерсанты с маркетерами должны жить дружно. И два важных момента. Человек, который возглавляет службу маркетинга и человек, который возглавляет отдел продаж, должны быть настоящими профессионалами. У вас большой буквы. Потому что если они не профессионалы, соответственно, у вас не будет хорошо работать ни отдел продаж, ни отдел маркетинга. Ну, и возвращаясь к истории, которая сказала, что продавцов должно быть больше, я бы вспомнил еще такую очень веселую историю про Харви Макея, такой известный американский предприниматель, который продает конверты. И к нему однажды пришел журналист и говорит, господин Макея, в чем секрет вашего успеха, вы растете каждый год. Сколько у вас в отделе продаж, сколько у вас в компании работает человек? Он говорит, 500. Он говорит, а сколько у вас в отделе продаж работает? Макея улыбнулся и сказал, 500. И потом он написал, что в моей компании должности ничего не значит. Если ты работаешь в компании Mакея envelope, конверты Макея, ты должен продавать. И я написал книгу, которая называется «Продает каждый». И, собственно, эта книга о том, что продавцами вашей компании может быть не только отдел продаж, а должны топы продавать, все сотрудники продавать, бывшие сотрудники должны продавать, кандидаты, которые приходят к вам устраиваться на работу, должны продавать, клиенты должны продавать, конкуренты должны продавать. В общем, там порядка 10 целевых аудиторий, которые должны в вашей компании быть продавцами. Следующий очень важный блок, то есть мы сейчас поговорили о позиционировании, о точке контакта, а третье – это, собственно, человеческий фактор. Сейчас переходим к такому неожиданному взгляду на маркетинг. Давайте лучше начнем с пятого пункта, а потом подойду к четвертому. Пятый пункт – это такой классический комплекс маркетинга. Классический комплекс маркетинга – это тогда, когда ты понимаешь, что у тебя есть модель 4P. 4P – это product, price, promotion, place of sale. То есть product – это продукт или услуга, которая у вас есть. Ну, предположим, вы в цветочном магазине, у вас продукты – это цветы, базы, способления для ухода со цветами, горшки в цветах, цветы в горшках, точнее. И, может быть, конфеты. Я видел однажды в Питере магазин, который понимал, что, когда люди покупают цветы, это только, ну, как бы, начало. Поэтому там продавались и конфеты, и алкоголь. Мне кажется, это была просто какая-то гремучая смесь. Ты купил цветы, потом, да, нужно купить алкоголь. Но если ты купил алкоголь, можно было купить еще сыр, колбаски, и конфетки, и печеньки. Вообще, ребята, как бы, все продумали. Молодцы. Просто молодцы. Дальше. Ты должен думать про цену. То есть, если у тебя есть продукт, у тебя должна быть правильная цена. Здесь много нюансов. Какая цена, какие скидки, какие надбавки, как использовать прайс-хаки. Мой соавтор по книге «Продает каждый» Дима Турусин скоро напишет книгу «Прайс-хаки». Это книга о том, как правильно использовать фактор цены, манипулировать ценой, тарифами ваших клиентов. Ну, предположим, у вас там телефон стоит 150 тысяч рублей. И вы такой, сколько стоит телефон? 150 тысяч рублей. У-у-у, человек такой. Какая цена, спрашивает человек? Цена 150 тысяч рублей. А вы можете сказать не цена, а стоимость. Вот слово цена, оно автоматически загорается у человека, лампочка дорого. А когда ты говоришь, что стоимость, человек ничего не горит. А когда ты говоришь, что инвестиции в телефон составят 150 тысяч рублей, человек будет думать, а не вернуться. А как вернуться, это уже задача продавца обместить, что через имидж, через то, что ты будешь там удобнее работать с информацией, быстрее там, не знаю, быть на связи, всегда быть на связи и так далее, и так далее, и так далее. И вторая история, это ты можешь сказать, инвестиции в этот телефон составят всего 150 тысяч рублей. Ты подчеркиваешь слово «всего». И я понимаю, что это подходит не для всех сегментов, не для всех ситуаций, но вот это вот там один, там два прайс-хака есть, там сотни, про которые Дима пишет, поэтому я искренне рекомендую вам просто отследить эту книгу, и она выйдет в издательстве книги УМ, надеюсь, к концу этого года. Цена. Третье. Каналы продаж и каналы коммуникации. Третий и четвертый пункт – это product, price, promotion, place of sale. Вот place of sale, каналы продаж и promotion, чем они отличаются? Представьте себе, вот есть дом, в нем плекут пирожки, и из этих домов пирожки продаются в другие дома. Вот труба, по которой пирожки гонятся в другие дома, это канал продаж, то есть по каналу продаж туда продукт, обратно деньги. А канал коммуникации – это не трубы, а провода, по которым туда идет коммуникация, что у нас есть классные пирожки по классным ценам, классных трубах, а обратно идет обратная связь. Это очень важно получать от ваших покупателей обратную связь. У меня есть прям книга, называется «Фидбэк». Я часто слышу, что там со мной неинтересно разговаривать, потому что у меня на каждую этом историю есть книга. Но просто я бы сейчас начал вам рассказывать про фидбэк, а смысл, если я про эту книгу написал. Поэтому самое главное, чтобы у вас в голове создавалась картина, а нужный источник информации всегда найдется. Еще раз. Продукт, каналы продаж, каналы коммуникации, провода и цены – это классический комплекс маркетинга. И вот здесь можно сделать десятки вещей для того, чтобы увеличить продажи. Давайте возьмем продукт. Предположим, Apple. Они сделали такой телефон, но чтобы увеличить продажи, они сделали телефон, который стоит подешевле. И они таким образом увеличили количество покупателей. Но многие люди покупали Верту, и поэтому они сделали там типа премиальный iPhone, или они сделали там титановые часы Apple Watch, чтобы как бы попасть в премиальный сегмент. То есть изменив продукт, сделав вот для определенной своей аудитории, ты увеличиваешь оборот. Второе – цена. Ну это самый простой способ увеличить оборот, увеличить прибыль. Поднял цену – увеличилась прибыль. Вообще, на самом деле, есть исследование, которое сделала компания McKinsey. Если вы поднимаете продажи на 1%, у вас прибыль растет на 3%. Если вы поднимаете цену на 1%, у вас прибыль растет на 11%. Еще раз. Подняли продажи на 1%, прибыль выросла на 3%. Подняли цену на 1%, прибыль выросла на 11%. Ну и понятно, что для любого предпринимателя не вопрос. Проще поднять цены, чем поднять продажи. Попробуй поднять продажи на 1%, а на 2, на 3. Сложно. А цены подкрутил в Excel файлик. и все, как бы цены выросли, продажи выросли, прибыль выросла, всем хорошо. Ну, единственное, что, опять же, это не подходит для тендерных продуктов, есть исключения, когда у вас жесткая конкуренция с клиентом, но предприниматель на то и предприниматель, чтобы сделать, предложим, премиальную версию продукта или, предложим, сделать вообще какой-то новый продукт, который отсутствует у конкурента, это есть такое понятие «голубой океан». Каналы продаж. С точки зрения каналов продаж два совета. Первое. Каналы продаж, их должно быть больше. То есть, чем больше труб, которые от вас идут другим домикам, тем больше вы можете продать пирожков. Классика. Люди, когда я спрашиваю, какие каналы продаж есть, они говорят, ну, продажи через свой отдел продаж, продажи через сайт, продажи через партнеров, продажи через магазины и как бы все. Вообще, на самом деле, существует 16 каналов продаж. У меня есть книга, называется «Каналы продаж». Опять книга. Но, опять же, я такой умный и ленивый. То есть, мне лениво все это рассказывают, поэтому я покажу направление, потом говорю, что там есть книга. Есть книга про 16 каналов продаж, все, что нужно сделать, эту книгу прочитать и проверить себя, есть ли возможность включить дополнительный канал продаж. Не было у меня в жизни никогда клиента. Каждый раз, когда я консультирую какого-то клиента, я всегда нахожу минимум два канала для этого человека. То есть, это получается еще две трубы, по которым он может продавать свои пирожки. Ну, как бы это классная ситуация. Это удобно для него. Дальше мы говорим про последний промоушен. Это… А, извините, я забыл. Значит, еще один совет по каналам продаж. Первое – увеличить количество каналов продаж. А второй совет – сделать аудит своих каналов продаж. Например, у вас есть сайт. Сделайте аудит сайта. Или у вас есть отдел продаж. Закажите аудит отдела продаж профессионалам. Или у вас идут продажи через партнеров. Закажите аудит работы партнеров. Вся моя практика как консультанты показывает, что любой канал продаж может сделать работающим лучше. Любой. У меня есть компания «Лидмашина». Мы занимаемся тем, что помогаем людям продавать больше, чем сайты. Больше продавать через сайты. И я знаю, что изменив дизайн, изменив юзабилити, изменив контент, добавив дополнительные сервисы, мы можем сделать сайт более продающим. Всегда. Поэтому еще раз, если бы вы сейчас сидите и думаете так, как примерно работает мой канал продаж, отдел продаж. И вы так говорите, на 60%. Это 60%, а вот это 100%. И вот что нужно сделать, чтобы вот эти 40% нагнать? Или на сколько он сейчас продает сайты? На 50%. А как сделать, чтобы продавал на 75%? Вот это очень хороший вопрос для любого предпринимателя. Дальше. Канал коммуникации. Канал коммуникации. Ну, тут основная претензия у меня к каналу коммуникации, то, что люди не умеют делать рекламу. Буквально пару дней назад работали с одним консультантом, с крупным застройщиком, очень крупный застройщик. И ребята нам показали свои рекламные модули. Я им сказал, ребят, вот даже вот по модели АИДа, здесь такая классическая модель проверки коммуникации, attention, interest, desire, action. То есть это привлечение внимания, интересно ее читать или неинтересно ее читать. Потом вызывает ли она желание купить продукт или не вызывает. Последнее, есть ли побуждение к действию или нет. Было понятно, что рекламное объявление просто, ну, как бы деньги на ветер. Взял ручку, нарисовал людям лучший макет, люди такие озадаченные ушли. Ну, поэтому самая главная задача любого предпринимателя, если вы делаете какую-то коммуникацию, даже если она без бюджета, она должна привлекать внимание, она должна продавать. В Москве считается, что на голову москвича в среднем падает 3000 рекламных сообщений. Мы просто, ну, как бы закрылись. Мы этот рекламный шум не слышим, но они вот везде, в онлайне, в офлайне, они мимо нас проносятся со страшной силой телевизор, радио, журналы, газеты. И вот в этом хаосе, в этом шуме нужно, чтобы вас заметили, чтобы вас услышали, чтобы про вас, ну, как бы заговорили. И здесь вот опять же очень важно позиционирование, здесь очень важно фирменный стиль, здесь очень важно нейминг, ну, то есть вот название компании, потому что как корабль назовешь, так и поплывешь. Тоже недавно в своем инстаграме писал про, ну, там такая была смешная картинка, яхта с названием «Неподопляемый 2». Но следующий слайд как раз 19 способов проверить свое название по определенному чеклисту. Поэтому нужно вот в эту сторону тоже смотреть. Ну и последнее, что отбираюсь к самому главному, по моим моделям, это модель «Пруф». Это вот четвертый пункт. Еще раз напомню, первое – это позиционирование, второе – это точки контакта, третье – человеческий фактор, пятое – это модель маркетинга 4P, и вот четвертое – это модель «Пруф». Модель «Пруф» – это модель, в соответствии с которой вы работаете по четырем направлениям. П – это привлечение клиентов, Р – это работа с клиентской базой, У – это удержание клиентов, и В – это возвращение. Давайте теперь посмотрим, как это влияет на ваши обороты. П – привлекли больше клиентов, у вас, соответственно, даже с той конверсией, которая у вас есть, у вас сразу же больше продажи. Вот, предложим, сейчас мы запустили с партнером, полтора месяца уже работает агентство недвижимости высокого класса «Айту». Мы понимаем, что нам нужны лиды, нашему отделу продаж нужны лиды, и все построено вот именно вокруг лидогенерации, потому что мы понимаем, что не привлекая новых клиентов, мы, собственно, не сможем развивать агентство. Тьфу-тьфу-тьфу – получается. Р – это работа с клиентами, работа с клиентской базой. Слава богу, есть Bitrex24. Спасибо большое, Bitrex24, за то, что он помогает понять, что вот есть поток, который мы можем конвертировать в базу с контактами, с профилем клиента, с пониманием истории покупок, с пониманием личной информации, потому что чем больше у нас такой информации, тем мы лучше и больше можем продавать. И вот работа с клиентами – это то, что чаще всего уходит из зоны внимания предпринимателя. Один совет здесь, да. Вот с точки зрения работы с клиентами, попробуйте использовать технологию BBD-ч. Может быть, вы ее слышали от меня. BBD-ч – это когда ты задаешь себе вопрос вот нашим покупателям или нашим клиентам, которые к нам приходят. Могу ли я продавать B больше? Могу ли я продавать B быстрее? Могу ли я продавать D дороже? И самый такой главный вопрос – это такой, знаете, черный пояс по маркетингу, если у вас получится. Могу ли я продавать чаще? Ну, предположим, я продаю воду. Вопрос, который я должен решить своей командой. Как я могу человеку продавать больше? Можно делать прямо упаковку из 6 бутылок, а можно сделать из 8, а можно сделать из 12. Я продал больше. Дальше. Как я могу продавать быстрее? Здесь нужно просто думать про то, что чем быстрее я человеку отгружаю или отдаю свой продукт, тем быстрее я получаю деньги, тем быстрее человек начинает пользоваться моим продуктом, и тем быстрее у него возникает потребность в новом продукте или в обновлении. Дальше. Дороже. Это очень важная история. Вот эта вода может продаваться, не знаю, с золотой крышечкой, не знаю, в более премиальной бутылке. Или говоришь, что эта вода, не знаю, как авиан, очищена, но только в два раза более очищена. В два раза прогонку она прошла. То есть мы ее взяли, добыли, потом вылили снова, подождали 10 лет и достали снова из гор. С помощью легенды можно что-то не продать и всегда они помогают продавать дороже. Для тех, кто знает язык жестов, у меня просто почесался глаз, я не пытаюсь вас обмануть. И последнее – это продавать чаще. И здесь, опять же, не один из производителей. Вот я беру еще одну бутылку воды. Ну, вот эти ребята, 0,5 воды. Но никто не пишет про то, что нужно пить воду чаще. Сколько мы воды должны выпивать в день? Два литра. Поэтому здесь должно быть написано, спасибо, что купили нашу бутылочку воды, чтобы быть красивее, умнее, здоровее. Это правда, что когда мы пьем воду, мы красивее, умнее, здоровее. Пожалуйста, купите, выпейте еще одну бутылочку нашей воды. Собственно, мы решили задачу чаще. Мой совет вам, то есть с какими брендами я не работал, не было никогда случая, чтобы я не находил, вернее, не я, а команда, проводя мозговые штурмы, с моей помощью, не находила способов продавать больше, быстрее, дороже, чаще, а сейчас, значит, находила способы зарабатывать больше денег. И следующий шаг. П. Привлечение, Р. Работа с клиентами по технологии ВДЧ. У. Удержание. Удерживать клиентов очень важно, потому что все пытаются на вашу клиентскую базу посигнуть, утащить ваших клиентов к себе, но, собственно, вы тоже это делаете в отношении ваших конкурентов. Здесь очень важный совет. П. Удерживать клиентов всяческими способами. Сейчас опять скажу, что у меня есть книга «Клиент-клиент-телендж без бюджета». Да, она дорогая, но если вам нужно удерживать клиентов, то вы найдете эти деньги, купите эту книгу, прочитайте ее. Но если коротко, удерживать клиентов можно следующим способом. Первое. Посчитать стоимость клиента на всю жизнь своей командой. Я думаю, что это такая ключевая история в сером системе. Сколько клиент нам приносит в долгосрочной перспективе. Второе. Нужно думать про борьбу с оттоком. То есть задать себе вопрос, что можно сделать, чтобы клиенты от нас не уходили. Может быть, надо снизить цены. Может быть, нужно улучшить сервис. Может быть, нужно включить онлайн-продажи. Может быть, нужно расширить ассортимент. Следующий вопрос. Есть так называемые технологии замыкания. Она немножко сложная, очень хорошо подходит для рынка B2B. И с помощью определенных вещей мы фактически берем клиентов в заложники. То есть с помощью юридических ограничений, или маркинговых ограничений, или производственных ограничений. Мы делаем что-то, чтобы клиенты от нас не могли уйти к нашему конкуренту. Дальше есть программа лояльности. И вот это филос борьбы за клиента. Это программа клиент-ориентированности, которая позволяет нам практически влюбить клиентов в нас. И они от нас не уходят. Я люблю уговаривать, что клиенты, которые довольны компанией, остаются с ним, платят больше, рекомендуют чаще и возвращаются снова и снова. Мне кажется, вот это все приносит нам деньги. Ну и последнее – это V. В модели Proof – это возвращение. То есть возвращение – это тогда, когда ты уже не удержав клиента, его потерял. Ну, давайте прям пример. Вы мужчина, у вас есть жена. Вы удерживаете жену всяческими способами. Ухаживаете, дарите цветы, решаете какие-то части хозяйственных вопросов, вместе воспитываете детей. Ну, накосячили, и жена хлопает дверь и уходит к маме. Вот это она фактически ушла. И вам нужно ее вернуть. Хуже, когда она говорит, все, пошли в ЗАГС, пишем там заявление о разводе. Но я знаю, даже у меня в знакомых есть семья, которая развелась через три года, и просто поняли, что все-таки созданы друг друг друга и живут теперь снова вместе. Снова расписались, повторный брак, живут вместе. Это нам дает надежду, что даже потеряв клиента, мы можем его вернуть. Поэтому у меня есть книга, опять же, как вы догадались, называется «Возвращенцы». И в этой книге я писал технологию возвращения клиентов. Не удержание, а именно когда хлопнув в вере клиенты ушли к вашим конкурентам, найдя альтернативу, вы их возвращаете назад. И хорошая новость, что любого клиента практически можно постараться вернуть. Не любому клиенту можно вернуть, а любого клиента можно постараться вернуть. И очень высокие шансы, что если вы будете делать все правильно, в книге я написал, как это делать правильно, что вы клиента вернете. И ни раз, ни два, ни с вами клиентам увеличивая оборот на пустом месте, просто возвращая клиентов, которых они потеряли. Ну что ж, давайте я снова вернусь к истории про то, как маркетинг может помочь прибавить оборотов с высоты птичьего полета. Итак, мы с вами запомнили, что нужно двигаться в пяти направлениях. Первое – это позиционировать. Правильный ответ на вопрос «Почему вы?». Начните с него. Второе – патриализируйте все точки контакта, с помощью которых вы касаетесь ваших клиентов или клиенты касаются вас. Мы предложим, когда вы отправляете коммерческие предложения клиенту, это вы касаетесь всего, а клиент, когда заходит к вам на сайт, он касается вас. Поэтому проанализируйте все эти моменты и поймите, насколько они хороши или плохи. Они должны быть отличными. Третье – подумайте про человеческий фактор. Вот система мотор. Результат будет тогда, когда команда замотивирована, обучена, тренирована и оснащена. Не экономим на этом. Хорошие люди делают хороший маркетинг, хорошие продажи. Как говорил Цезарь, за деньги мы достанем людей, а с людьми мы сделаем деньги. Четвертое – модель Proof. Это привлечение клиентов, работа с клиентами, удержание клиентов и возвращение клиентов. И пятое – это модель 4P, классический комплекс маркетинга. Это продукт, цена, каналы продаж и каналы коммуникации. Как вы видите, теоретически есть пять направлений, а внутри зашиты 47 действий, которые может любой предприниматель предпринять. И вся работа сводится, в принципе, к тому, чтобы понять, что по этому короткому или по длинному из 47 пунктов чек-листу, что я делаю, что я не делаю, и что я делаю хорошо, а что я делаю плохо. Весь секрет роста любого бизнеса заключается в трех вещах. Первое. Мы перестаем делать то, что не дает эффект. Но не работают у вас выставки, не участвуем в них. Не знаю, там, не работает реклама в газете бесплатных объявлений. Перестаем ее там давать. Второе. Мы начинаем делать лучше, чем конкуренты, то, что мы делаем сейчас. У конкурентов коммерческое предложение, у нас коммерческое предложение. Мы его просто делаем лучше, чем у нас было, и это лучшее коммерческое предложение среди всех конкурентов. Ну и третья стратегия. Она самая такая, ну, я бы сказал, беспроигрышная, но сложная. Начать делать то, что не делает никто. И многих на это как бы вот кишка тонка, или ты просто думаешь, ну, я не буду пробовать, в основном, когда делают конкуренты, потом его скопируют. Но вот именно те люди, которые делают первыми то, что делают другие, и получают конкурентное преимущество, которое мы иногда называем голубыми океанами. Иногда эти голубые океаны долгие. То есть многие боятся копировать или не знают, как скопировать. Вы просто наслаждаетесь монополией. Резюмирую. Маркетинг может сделать очень много для того, чтобы стимулировать рост продаж. Основные вещи – это позиционирование точек контакта, человеческий фактор, модель пруф и модель комплекса маркетинга. Отработайте их всех, найдите резервы и увеличьте свой оборот, увеличьте свои продажи. Все. Игорь, спасибо большое. Нашим зрителям напоминаю, что задавайте вопросы сейчас прямо в чате, и мы с Игорем немножко пообщаемся. У меня, на самом деле, вот я слушал очень внимательно, и у меня, как у спикера, сразу появилась такая цель на ближайшее будущее – написать книгу, потому что, мне кажется, это очень круто, когда можно ссылаться на свою собственную книгу, будучи экспертом в этой истории. Абсолютно верно, Сергей, потому что книга – это 100% доказательство экспертности. И чем больше вы эксперты, тем больше у вас должно быть хороших книг. Пишите. Да, спасибо. Наши зрители спрашивают, как же получить этот чек-лист из 47 пунктов, 5 направлений и так далее. Но я так понимаю, что на самом деле большая часть, вот, из-за того, что вы говорите, собственно, и есть в ваших книгах. Я думаю, что мы можем это организовать. Давайте отправим. Я тогда по следам, чтобы… Я понимаю, что сегодня я ездил так вот по слуху, я обычно всегда выступаю со слайдами, но что-то мне захотелось новизны какой-то, я подумал, могу ли я там, не знаю, там полчаса рассказывать про эту модель, никуда не заглядывая. Но у вас круто получилось. Да, да, у меня получилось, я даже сам собой доволен. Но я понимаю, что многим людям, которые визуалы, им тяжело без этого чек-листа. Книжку, конечно, не все будут покупать, тем более никто там… Вся моя практика показывает, что люди ничего не покупают, ничего не делают, и поэтому у нас нет результатов. И поэтому можно смело рассказывать одно и то же или рассказывать какие-то секретные вещи. Люди такие, ау, классно, но ничего не делают. Поэтому давайте чек-лист, да, чек-лист за мной. Давайте организуем, здорово. Я, кстати, записывал, у меня тут почти все, что вы говорили, есть. Ага, да, да, всех Сергеев. Но мы организуем, и с вас еще, конечно, обязательно спросим после вебинара. Тут есть очень прикладной вопрос. Ксения спрашивает, как конкурировать с маркетплейсами, если там всегда удобнее, дешевле, быстрее. Речь идет о мебельном рынке. Нет, ну никак. Ну, собственно, надо просто развивать продажи в других каналах. То есть что не дает маркетплейс? Маркетплейс не дает этот персонал тач. Но, кстати, маркетплейс – это сейчас… Я даже в книге канала продаж писал, что, ребята, аккуратнее с маркетплейсами, потому что это бизнес для того, чтобы заработать на других бизнесах. И вам дадут льготные условия, потом вас их лишат, потом вам сейчас выкрутят руки и разденут до нитки. И так поступают абсолютно практически все маркетплейсы. Поэтому надо быть очень аккуратным, работая только с этим каналом продаж. Поэтому нужно развивать свой собственный интернет-магазин. И, может быть, даже даст большие продажи, чем с маркетплейсом, но точно большую там рентабельность. Вот если вот сейчас вы спросили, вы конкретно про мебельные магазины, быстрее, чем другие ваши конкуренты, прочитайте книжку про каналы продаж. Я больше чем уверен, что у вас точно появятся инсайты по двум, трем, возможно, даже каналам продаж, которые вы раньше не использовали. Класс. Вот еще вопрос. Игорь, можете обознать… Это Влад задает вопрос. Можете обозначить какие-то существенные моменты в маркетинге под премиальную аудиторию в сравнении с масс-маркетом? Я так понимаю, принципы принятия решений в ладшери-сегменте немного другие. Расскажите свой опыт. Ну, есть очень хорошая книга «Маркетинг роскоши». И вот прям буквально на этой неделе у меня в контент-плане, я работаю с одной компанией, премиальной, и они меня попросили решить несколько вопросов. Я писал месяц назад про людей, у которых водятся деньги в Москве. И это был такой интересный пост, сильно обсужден, потому что на первом месте, к сожалению, оказались чиновники у нас около государственной службы. Но это когда мы говорим про большие покупки частных брендов, не про B2B. И хотя там будут доминировать, наверное, госзаказчики. Но вот на этой неделе будет еще пост про то, где эти люди водятся. То есть мало того, что мы понимаем, кто эти богатые люди, мы еще понимаем, где эти люди водятся. А технология или атипология принятия решений очень хорошо написана в книге «Маркетинг роскоши». Этой книге лет 10, но мне лучшее на тему маркетинга лакшери не попадалось. Отлично. Так, еще. Насколько сегодня эффективен, на сегодняшний день эффективен инструмент привлечения клиентов в B2B-сегменте как рассылка писем? Актуально ли это? Электронных писем или бумажных писем вопрос? Электронных. Речь, я думаю, об электронных. Ну, вообще, на самом деле, оба инструмента сейчас такой у них ренессанс, возрождение. Ну, как бы мы все отвыкли уже от почтовых управлений, и в ящики почтовые заглядываем только за письмами счастья. И реально сейчас вот на Западе пошел лоток от инструментов онлайна к инструментам онлайна, потому что онлайн это стало очень дорогим. Стоимость льда просто какая-то зашкаливающая, и люди стали там потихонечку возвращаться в оффлайн-каналы, ну, там, рекламодатели. И поэтому ровно то же самое email-маркетинг, который был убит спамом в силу там регулирования, что там спамить нельзя и так далее, что штраф и прочее, он сейчас прям второе дыхание получил. И если у вас есть клиентская база, ну, Sierra V324 позволяет накопливать адреса электронные ваших клиентов, это прям очень круто. То есть работаю с одной компанией, она такая полугосударственная, и ребята имеют какие-то миллионные базы, и при этом у них нету контактов покупателей. Я прям первый сайт, который мне дал, ребята, любыми способами начинайте собирать контактные адреса ваших клиентов, это, ну, если сами вы не можете даже им продавать ничего, они такие, как вот регулируются цены государством, вы можете продавать продукты ваших партнеров, предоставлять доступ к базе вашим партнерам, но просто не перегибать палку с коммуникацией, то есть они не должны быть очень частыми. Кстати, совет тем, кто думает про email-маркетинг, всегда собирайте, вот я сейчас вижу там, кто-то написал свой email, и он на базе доменной зоны Mail.ru. И вот когда я вижу Mail.ru, Яндекс.ru, Gmail, я очень радуюсь таким контактом, потому что все-таки сменяемость людей в компаниях высокая. У тебя есть сегодня адрес электронной почты, человек, который работает в какой-то компании, а через там два года он там не работает, а у тебя его только корпоративный адрес, а ты допишешь, тебе ответа нет. Поэтому всегда собирайте частные адреса, и один из таких трюков, это когда вы говорите, пожалуйста, оставьте свой адрес электронной почты, человек оставляет корпоративный, но робот понимает, что это корпоративный, потому что понятно, что это может быть ДК, Mail, Gmail, Яндекс, Я.ру. И он говорит, пожалуйста, оставьте еще дополнительный. И вряд ли человек оставляет второй свой корпоративный, он всегда оставляет личный. Вуаля, мы получили адрес электронной почты. Но, соответственно, человек должен дать разрешение на то, что мы с ним будем коммуницировать. Поэтому это снова начинает работать. Я, кстати, тоже в своем следующем выступлении немножко расскажу про эту историю, про то, что я считаю важным с точки зрения e-mail маркетинга. И так, еще вопросик. Тут тоже очень прикладной. К сожалению, непонятно имя, но не суть. Как в проекте по продаже психологических курсов, которые решают точечную проблему клиента, например, вернуть жену, которая ушла, сегодня прям злободневная тема, сделать постоянным клиентом, не плодя множество продуктов. Кстати, почему не плодя? Да, кстати, правильно. Мы же теперь смотрим на картинку шире. Но даже если вы продаете услугу по предотвращению разводов, есть женщины и мужчины, которые там по 3-4-5 браков имели. Я помню, я однажды выступал предорганизаторами свадьб, и я им тоже сказал, что продавайте БДЧ. Как бы все засмеялись, а на самом деле потом ко мне была женщина из Киева и сказала, формула международная, она сказала, что когда я делаю свадьбу для молодых, я мужу и жене, ну, невесте и жениху, дарю карту постоянного клиента. Я говорю, что на следующую свадьбу скидка 10%. Все ржут и говорят, что у нас любовь до гроба. Но в Москве на 100 браков, я посмотрел последнюю статистику, 73 развода. Поэтому, ну, можно, конечно, рассчитывать только на вот эту услугу, на одну услугу – сохранение брака. Но просто можно же подумать про то, что зачем пытаться уже помирить людей, которые ругаются, если можно сделать продукт, который позволит людям не ругаться. Вот я сейчас, у меня есть такая книга «Правила жизни и бизнеса», и я сейчас пишу уже четвертый тон, и вот буквально день назад я закончил писать про правила семьи. И мне самому даже понравилось, я там дочери дал почитать, потому что впереди создание семьи. Я говорю, слушай, вот на, посмотри правила. Она говорит, прикольно. То есть на самом деле, вот если бы кто-нибудь простым языком рассказывал, какие вещи нужно делать, чтобы брак не распался, это было бы замечательно. Вот, кстати, совет для всех, кто нас слушает. Лет 10 назад один мой знакомый с большим стажем, мы с моей женой 33 года со дня свадьбы отпраздновали на прошлой неделе. Так вот, мой знакомый, он где-то 10 назад дал мне следующий совет. Сядь с женой и сделай список дел, которые делает она, и список дел, которые делаешь ты. И пойми несправедливость вот этих вот ответственности и работы. Я поступил мудро. Я сделал это самостоятельно. То есть посмотрел там, что делает жена, и, конечно, не все вспомнил, но мне показалось, что я вспомнил большую часть. И написал то, что делаю я. Это был вот такой длиннющий список у нее, и вот такой короткий список у меня. И после этого я понял, что, ну, как бы, если я хочу, чтобы наш брак не распался, а я хочу, я должен делать очень много вещей для того, чтобы свою жену удержать. Вот ровно то же самое. Вы должны понимать, что очень много делает ваш клиент. Он платит деньги, он там, не знаю, что-то еще делает, про вас рассказывает. А что вы делаете для него? Делайте больше, и тогда клиент тоже от вас не уйдет. Мне кажется, еще один очень интересный вопрос, связан с маркетингом мессенджеров. Влад опять же спрашивает. Последние пару лет все помешались на мессенджер-маркетинге, автоворонках, ботах. Расскажите ваше наблюдение, насколько автоматизированы многовариативные цепочки, эффективны в прогреве, в продажах. Если есть какие-то кейсы из жизни, может, с цифрами? Я знаю многих ребят молодых. Я этим не занимаюсь, но то, что ты это не делаешь, ты не знаешь, что это плохо. Многие ребята рассказывают какие-то уникальные истории. Я даже не инфобизнесмен, у меня нет никаких таких продуктов, и мы это не используем. Но сама технология нагрева мне нравится. Единственное, что она должна идти комплексно. В свое время, когда я работал директором по маркетингу в одной из компаний, у нас была такая база данных по клиентам, здесь был список поводов, как можно контактировать с клиентом. И каждый месяц мы должны были с продавцом, который отвечал за этого клиента, за этого аккаунта, подумать над оригинальным касанием. Это могло быть приглашение на выставку, это могло быть отправка корпоративного журнала, это могло быть поздравление с днем рождения. То есть задача была создать каждый месяц одну возможность для повода. И, конечно, вот эти все автоворонки, они помогают автоматизировать эту работу. Но я делал ее тогда вручную. И мне интересно, может быть, даже BITX24 позволяет это сделать. Если я вижу, что у человека день рождения, он не подсказывает, что год назад мы подарили человеку бутылку коньяка, а в этом году мы должны ему подарить, не знаю, предположим, билет в фитнес. То есть мне кажется, что ничего плохого в этом я не вижу, кроме одного. Иногда вот эти автоворонки, они реально достают. И когда человек не начинает писать с незнакомого номера и что-то там предлагать, я просто баню этот номер или баню ТАДО с электронной почты, и на этом вся автоворонка у человека стопится. Но кто-то, наверное, с удовольствием будет предложить общаться, и продажа состоится. Поэтому автоворонки – это зло, но рабочее зло. Рабочее зло. И тут неоднократно уже задают вопрос. Посоветуйте какую-нибудь книгу по мотивации сотрудников. Но, к сожалению, я вот сколько книг про мотивацию не прочитал, я не видел. Прямо хоть сам садись и пиши, у меня даже была такая мысль. Не встретил я классной книги про мотивацию. Я читал что-то на английском языке, я вот так по ходу названия не вспомню. Очень много, там, предположим, тысяча один способ мотивировать сотрудника морально, тысяча один способ мотивировать сотрудника без бюджета. То есть такие книжки, они были веселые, там, с примерами. Они мне зашли. Прямо тысяча один способ можно посмотреть, найдете что-нибудь. Ну, а так считается в нашей стране, что Светлана Иванова, «Мотивация на 100%» – это книга, которая описывает основу мотивации. Но мне кажется, эта книга тоже так сильно устарела, ей лет 15. Поэтому вот на сегодняшний момент ничего посоветовать не могу. Окей. Ну что же, у нас заканчивается время. Я вижу еще несколько вопросов, но, к сожалению, мы сейчас, если будем продолжать, это прямо затянется в штуру. Ну, давайте, блиц, отвечу на два вопроса и побежим. Давайте, давайте. Тут, кстати, хороший вопрос. Не знаю, насколько вы ответите. Влад опять же спрашивает. Нескромный предпринимательский вопрос. Может ли озвучить личный доход с декомпозицией по направлениям бизнеса? Конечно нет. Нет, не могу. Да, я вот тоже думаю, что нет. И тут еще один вопрос. Я просто извинюсь. Меня американцы научили. Я уже работал три года за рубежом в американской компании. И там никогда не обсуждались зарплаты. Никогда. Поэтому, опять же, даже есть мудрость, что втайне нужно хранить твой доход, твои планы и твою личную семейную жизнь. Поэтому, конечно, нет, не скажу. Я за это могу сказать. На основании позавидовать и есть. Отлично. Вот вопрос. Подскажите, пожалуйста, если информационная B2B-услуга по подписке, как можно мягко поднять цены? Несколько видов подписок сделать. Ну, то есть, опять же, это самый простой способ сделать несколько пакетов. Прочитайте книгу «Ценные решения» Романа Тарасенко. Я думаю, что там вы найдете подсказку, как это можно сделать. И даже книжки «Прайсхаки» Димы Тарусина, Дмитрия Тарусина «Прайсхаки». Ну что, вы справились? Да, мне кажется, прекрасно совершенно. Огромное вам спасибо. И от меня, и от всех наших зрителей. Отпускаем вас. Хорошего вам дня. Спасибо. Наших зрителей я пока еще прошу задержаться. У меня сейчас будет небольшой еще докладик про… Да, всего доброго. Хорошо, до свидания. Совсем небольшой докладик про CRM-систему. И уже будет с презентацией. Кстати, почему-то она у меня открылась на серединке. Сейчас попробуем перемотать. Так, да. И мы поговорим немножко про то, как, в том числе, те инструменты, о которых говорил Игорь Ман, немножко использовать и автоматизировать с помощью CRM-системы. И в чем вообще CRM-система современная поможет в маркетинге, в увеличении продаж. Так, 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 так. Ну что ж, надеюсь, что у нас все хорошо. Я вижу ваши благодарности. Игорь, уверен, очень приятно. Спасибо еще раз большое, что слушали. Мне кажется, это было очень классный доклад. Но двигаемся дальше. У нас не очень много времени. Осталось буквально 25 минут до конца нашего вебинара. И мне нужно еще немножко вам порассказывать, на мой взгляд, полезную информацию. Я хочу несколько вопросов, несколько фактов в цифрах поговорить с вами о них. В частности, о том, что вообще происходит в продажах. И мне кажется, что вот, ну, как бы это важно. Да, то есть то, что происходит сейчас в компаниях, очень часто происходит в компаниях, это то, что руководители недовольны уровнем своих продаж. Да, то есть, грубо говоря, всегда хочется зарабатывать больше. Это логично. Но есть определенный уровень удовлетворенности. То есть, когда руководители понимают, что, в общем-то, все неплохо. Так вот, таких людей сейчас по опросам совсем немного. Всего 22% руководителей довольны тем, как устроены продажи и какой объем выручки генерирует отдел продаж. И при этом, если мы посмотрим на две другие цифры на моем слайде, мы видим, что 80% вообще никак не используют данные, которые накапливают о своих клиентах. То есть, сегодня многие компании научились хранить данные о клиенте, да, то есть так или иначе сохранять. Секундочку. Возможно, немножко подвисло. Я сейчас, мне кажется, что слайд действия клиента, но сейчас я попробую ее перезапустить. Возможно, обновится. Вот. 80% не используют данные клиенты. То есть, они научились сохранять, но, к сожалению, никак не используют. А как говорилось сейчас Игорь, в общем-то, это одна из ключевых историй в системе, в подходе к увеличению продажи, в стратегии увеличения продажи. Ну, и, видите, цифру 68%. Если у вас не обновился слайд, попробуйте обновиться. Возможно, это где-то притормаживает трансляция на вашей стороне. 68% компании не строят свою воронку продаж. Ну, то есть, грубо говоря, не выстраивают сценарий, по которому клиент несет деньги в компанию. Да, то есть, что такое воронка продаж, это реально вот некий сценарий, по которому клиент, который клиент должен пройти. При этом технологии, о которых идет речь, играют довольно существенную роль в том, как выстраивается вообще вся эта история, как можно увеличить продажи в своей компании. Ну, вот давайте посмотрим еще на несколько цифр. 24% продавцов проводят анализ выигранных и проигранных сделок. О чем идет речь? О том, что продавец или отдел продаж пытается улучшить свою работу. То есть, всего 24% занимаются тем, что улучшают свою работу. То есть, анализируют, почему они выиграли, почему проиграли ту или иную сделку. 31% срывается по причине работы не с лицом, принимающим решение. Для меня это фотострафическая цифра. То есть, понимаете, что треть продаж в компаниях срывается лишь потому, что вообще-то не туда обратились. То есть, не с тем человеком начали вести диалог. Ну, то есть, вообще какая-то элементарная вещь. И это нигде не зафиксировалось, никак не произошло никакого дальнейшего развития ситуации. Ну, поговорили, супер, все, до свидания. И лишь 40% имеет свои сценарии. Про сценарии мы еще отдельно поговорим. Это тоже крайне важная ситуация, крайне важная история вообще иметь сценарий продаж. И это то, что обязательно нужно делать. Начнем мы с того, что нам помогает. Собственно, это те самые точки контакта, в какой момент мы получаем возможность поговорить с клиентом. То есть, принять от него обращение, услышать его потребность, обсудить с ним ту или иную задачу и что-то с этим сделать. И здесь для нас очень важно выстраивать максимально доступное количество вот этих точек контакта. Поэтому все коммуникации, которые мы могли, можем обеспечить для нашей целевой аудитории, нам нужно обеспечить. Но при этом кажется, что ничего сложного в этом нет. Мы берем телефон, у нас есть WhatsApp, у нас есть Telegram, у нас есть сайтики, формы и так далее. То есть, вообще, каналов коммуникации много. Есть социальные сети, нам звонят в офис, нам приходят в торговый зал и так далее. То есть, вообще, точек контакта, в принципе, много. Но наша задача сегодня использовать технологии для того, чтобы эти точки контакта работали лучше и эффективнее. И для этого нам нужна CRM, которая объединяет себя, вот эти все коммуникации в одно место, в единую платформу и позволяет менеджерам по продажам, то есть, тем людям, которые занимаются работой с клиентом, вы там называете их так хотите, но это те люди, которые общаются с клиентом, они могли работать условно из одного окна. И вот контакт-центр, который есть у нас в B324, он, собственно, и решает эту задачу. То есть, он собирает все точки контакта в одно место и позволяет с ними работать. И при этом, неважно, почта, это телефон, это обращение с сайта, это там какой-то обратный звонок в онлайн-чат, социальная сеть, какой-то мессенджер. Человек просто пришел в офис, да, мы его тоже можем зафиксировать и сохранить в CRM-системе. Все это будет фиксироваться и сохраняться в виде истории. То есть, любой человек, который к вам пришел и обратился, будет сохранен как лид. И для нас это уже крайне важно, чтобы мы хотя бы всех сохранили. Соответственно, подключаем все необходимые каналы коммуникации. Я вот вижу, что Катя пишет, что звонок с личного телефона не фиксируется. На самом деле, личные телефоны в отделе продаж – это тоже зло. Поэтому мобильные, стационарные телефоны все обязательно подключаем в CRM, используя корпоративные тарифы, и все у вас будет фиксироваться. Мы все фиксировали, мы все записали, запомнили каждого. Если человек не дозвонился, мы это сразу в CRM-системе видим, и у менеджера есть сразу задача, например, ему перезвонить, неотвеченных сообщений не остается, потому что мы все, опять же, посчитали и знаем, сколько у нас чего пришло, сколько ответов и так далее. Мы это все можем анализировать, ну и, соответственно, ввести дальше. При этом наши, собственно говоря, социальные сети сегодня один из важных инструментов коммуникации, и то, как мы выстроим эту коммуникацию с вами, в том числе в социальных сетях, тоже крайне важно. Ведь социальная сеть – это современный инструмент работы, привлечения покупателей. Мы ведем там свои страницы, стараемся делать каким-то интересным наш аккаунт, чтобы люди подписывались, люди проявляли активность. И, конечно, хочется, чтобы они там же… Ну, понятно, что нам хочется, чтобы они нам условно позвонили, использовали удобный для нас способ коммуникации, но люди обычно используют те способы коммуникации, которые сейчас под рукой и которым они могут доверить. И вот история, когда вы можете похвастаться тем, что вы, например, в социальной сети на своей странице, имея большое количество подписчиков, и там интересный контент, активная аудитория, можете очень быстро отвечать на запросы и, соответственно, возможно, продавать прямо здесь и сейчас. В общем, немногие компании могут такой штукой похвастаться. Я рекомендую подключать соцсети к CRM-системе, и это позволит как раз, собственно, обеспечить вот такой уровень сервиса. Когда неважно, откуда человек пришел, вы можете ответить ему быстро, лаконично и, собственно, качественно с этой точки зрения. Поэтому сюда же относятся не только вот просто общение в социальности через мессенджер, но и через различные формы лидогенерации. Сейчас такие формы есть и в ВКонтакте, и в Фейсбуке. Интеграция таких форм позволяет, собственно говоря, то, что заполняется в соответствующей социальной сети вот такой лидогенерационной формой, сразу же сохранять в CRM-систему, назначать ответственных и запускать этот контакт по цепочке продаж. Возможно, где-то автоматизированный, где-то полуавтоматизированный, а может быть и ручной, если это требует ситуация. Следующий уровень работы с клиентом, когда мы понимаем, что основные каналы коммуникации наладили, у нас что есть еще? У нас есть возможность создания интернет-сайтов, то есть мы создаем лендинги, конкретные посадочные страницы под какое-то конкретное предложение, какую-то конкретную категорию товаров или какую-то акцию. И все это делается из CRM быстро, ну, по сути, бесплатно с помощью очень простого конструктора. На этом сайте мы размещаем необходимый нам виджет, подключенный к тем средствам коммуникации, которые любит наша аудитория. То есть это может быть просто обычный чат на сайте, который просто как обычный чатик. А может быть переход в мессенджеры те или иные. Например, мне нравится через Telegram общаться. Ну, мой любимый мессенджер, нечего тут скрывать. И если есть возможность на сайте перейти в Telegram и пообщаться через Telegram с бизнес-аккаунтом, вот с конкретным продавцом, я выберу такой способ. Ну, потому что сайт, он как бы пропадет, где-нибудь сотрется, потом его пойти вспомню, а в Telegram это всегда останется, и можно там быстро возобновить коммуникацию. И это крайне выгодно, собственно, в компании, с которой я общаюсь. И это крайне выгодно может быть вам, потому что вот этот контакт, инициированный самим покупателем, через вот такой виджет, он сохранится, и вы сможете впоследствии этот контакт использовать для того, чтобы ввести какую-то маркетинговую историю по возвращению, по утеплению клиента и так далее. Поэтому это как бы такой next level истории. Но важно помнить, что во всех этих ситуациях с коммуникациями нужно аккуратно работать с персональным данными. То есть ни в коем случае не забывать, что нужно получать соответствующие согласия, правильно использовать полученные данные. Соответственно, если мы пообещали, что мы не будем делать рассылку, значит, не будем делать рассылку. Если мы пообещали, что мы будем беспокоить человека не чаще одного раза в месяц, значит, надо соблюдать такую историю. Ну и так далее. То есть помним об этом и соблюдаем аккуратность, потому что сейчас довольно строго с этим, и люди напряжены. Да, с большой неохотой оставляют свои данные, поэтому чем лучше у вас эта политика, чем она мягче, тем, соответственно, больше вероятности, что вам оставят правдивый электронный адрес или правильный телефон, ну и так далее. Вы сможете спокойно проконтактировать, и вас не заблокируют. Как только мы наладили вот эти точки, да, собираем со всех данные, наша задача теперь не просто как бы получить в CRM-системе некоторую запись, в которой у нас есть факт, как бы, коммуникации. Наша задача — сохранить клиента максимально подробно, да, и это можно делать как в ручном режиме, то есть когда мы взяли основной канал нашей связи, да, приходят, например, телефонные звонки, и менеджер просто сидит, и каждый телефонный звонок, который он обработал, там как-то квалифицирует, вносит какие-то дополнительные данные, это делают прямо онлайн в процессе разговора, например. И CRM-система в этом, кстати, хорошо помогает, потому что те поля, которые вы в карточке для менеджера настроили, да, он как бы должен заполнить. Ну, он просто открывает карточку, или она у него сама открывается в момент звонка, да, и он просто его заполняет, задавая, там, беседуя с клиентом, задавая наводящие вопросы, отмечая те или иные данные о клиенте. Это могут быть какие-то данные, например, которые ему впоследствии потребуются, там, касательно, там, отрасли компании, оборота, пола человека, если не удалось определить по телефону, может задать вопрос. Ну и, соответственно, какие-то другие дополнительные штуки, которые помогут в дальнейшем с этим клиентом коммуницировать, ну, чуть более качественно, да, то есть не просто мы там побахнули рассылку в e-mail маркетинг, потому что вот у нас сейчас какая-то проблема, или нам нужно что-то продать, или вот у нас какая-то акция, и поэтому всем поголовно просто разослали письмо. Нет, а более качественно, более точно сегментировать свою базу, о сегментации мы еще поговорим, и, соответственно, делать, выстраивать коммуникацию со своими клиентами более конкретно. Соответственно, мы формируем базу, мы сохраняем все данные, мы обязательно обогащаем свою базу в процессе работы. Да, то есть, ну, в качестве примера, если вы общаетесь, например, через мессенджер с кем-то, используя B324, то B324 сам найдет, например, отправленный вам e-mail или отправленный вам номер телефона и сохранит это в карточку автоматически. А какие-то вещи вам действительно придется самостоятельно записать там, ну, просто потому что это важно для дальнейшей работы. И у продажника вашего может быть конкретная инструкция заполнить те или иные поля в процессе работы или в процессе там некоторых следующих диалогов. Я часто видел, что вот это вот обогащение происходит, выстраивается несколькими шагами. То есть, если вы точно знаете, что с клиентом будете говорить два или три раза, вы можете распределить вот эти вот необходимые заполнения поля на несколько шагов. И, например, не давать менеджеру переключить сделку на следующий этап, пока он не уточнит информацию. И таким образом у вас всегда в CRM будет качественно сформированная база, с которой в дальнейшем ваши маркетологи будут работать гораздо эффективнее. При этом мы в процессе общения с нашим клиентом на самом деле сохраняем все, что происходит. То есть, каждое наше действие, каждое действие клиента у нас сохраняется в его карточке или в карточке сделки. Это очень круто, потому что мы в любой момент можем… Ну, во-первых, у нас сохраняется вся история, мы знаем вообще, о чем была речь с этим клиентом. Мы можем переслушать разговоры, перечитать письма, вспомнить, какие у него были интересы, какой формат общения с ним лучше подходит, да, он лучше реагирует на тот или иной формат общения. И, соответственно, следующие же продажи будут становиться легче. Ну, и в случае, если у вас, например, менеджер, например, ушел, и вот у него вся вот эта вот история накопленная в его голове испарилась, вы открываете CRM-систему, на самом деле ничего не пропало. Вы спокойно работаете с его же клиентами, удерживая их и не давая, например, ему увезти их с собой. Ну, и так далее. То есть здесь много полезных вещей от того, что мы сохраняем вот эту всю коммуникацию. И это все происходит автоматически. То есть менеджеру ничего не нужно делать, кроме того, чтобы ввести просто общение с клиентом. Почта – окей, в CRM-ке почта есть. Позвонить надо, пожалуйста, нажал кнопку – позвонил. В мессенджер – отлично. Вот, пожалуйста, нажал сюда, отправил в мессенджер сообщение. СМС-ка – без проблем. Нужно что-то сделать, поставил задачку. Нужно переместить на следующую… сделать на следующий этап. Окей, я вот сюда нажимаю, а мне CRM-ка подсказывает, что нужно сделать, чтобы переместить, заполнить какие-то поля, подготовить КП, ну и так далее. То есть CRM-ка в этой части – очень удобный инструмент. Дальше наша задача, собственно, как-то продавать. Да, то есть тут есть несколько моментов. В B2B-сегменте все довольно просто, потому что у нас, в общем-то, происходит продажа через банки, и мы просто выставляем счет, формируем документы. CRM, кстати, прекрасно умеет генерировать документы, в том числе счета, автоматом их отправлять, напоминать о том, что счет отправлен, но не оплачен. Вот это вся история. Про роботов мы еще поговорим. Если мы говорим про сегмент B2C или такой B2B, который на самом деле C, ну то есть, или на самом деле B2C, который на самом деле B, речь идет о предпринимателях. Если среди ваших клиентов много, например, ну как бы индивидуальных предпринимателей, самозанятых и так далее, им, конечно, удобнее использовать онлайн-систему оплаты различной, не морочиться с банками. И для этого мы к CRM подключаем различные платежные средства. И в дальнейшем это помогает нам, собственно говоря, в B2C-сегменте вообще моментально принимать оплаты. То есть мы прямо вот говорим с клиентом в какой-нибудь мессенджер или в социальной сети, им прямо туда ему кидаем ссылку, типа, о, мы договорились, вот с тебя 3000 рублей, оплати. Он открывает ссылку, видит по этой ссылочке прямо в своем мессенджере, по сути, потому что мессенджер открывает там браузер встроенный, и показывает условно товар, цена, налоги, кнопка оплатить. Нажал кнопку оплатить, все, оплата прошла, отлично, все готово, все продано. То есть и как бы покупателям нравится такой сценарий, когда им не надо никуда переходить, что-то куда-то нажимать, где-то что-то искать, получать почту со ссылкой на оплату и так далее, и все может быть вот так построено. Ну и, собственно говоря, нам тоже это нравится, потому что мы сделали это быстро, моментально, и порадовали нашего клиента, собственно, сделали все качественно с этой точки зрения. CRM не только позволяет вот это все учитывать и автоматизировать, она еще подталкивает нас, вернее, не нас, а наших менеджеров к тому, что нужно сделать. То есть, по сути, когда мы аккуратно, качественно выстроили систему ведения CRM-системы, у менеджера не возникает ситуации, когда им нечего делать. То есть, когда ему надо придумывать, что сделать дальше, чтобы продать следующему. CRM сама будет подсказывать, вот прям конкретно зажигать красными точечками и значками, что вот сюда нужно твое внимание. Вот зайди сюда, посмотри здесь. Вот этот человек давно висит, вот здесь напоминал, как пришла. Вот здесь не запланировано ничего, надо что-то запланировать по этому клиенту. Если ничего не запланировано, значит, что-то идет не так. Вот здесь ты уже забыл давно, надо было отправить, а вот здесь давно не звонил и так далее. И все вот это вот, собственно, помогает менеджерам, ну, просто эффективнее использовать свое рабочее время. У них возникает ситуация, когда, ой, что-то я, хорошо, я вроде все сделал, больше делать нечего, пойду покурю. Нет, CRM всегда подскажет, что делать дальше. Ну, и, конечно же, автоматизация. То есть, многие вещи мы можем автоматизировать. И я бы сказал, что не можем, а такое слово «нужим». То есть, мы обязательно должны автоматизировать многие вещи, связанные с продажами. Это связано с тем, что нужно ценить в человеке, в нашем продажнике, в том, кто занимается продажами, не умение, условно, написать документы, отправить его, да, не умение сделать какую-то техническую работу, да, составить КП и так далее, а умение коммуницировать с человеком и использовать его, там, обаяние, его шарм, его коммуникативные навыки для того, чтобы продавать. И поэтому многие вещи нужно снимать с человека и отдавать его роботам. Что мы можем сделать? Ну, во-первых, мы начинаем с того, что выстраиваем некоторые стратегии того, как мы, собственно говоря, продаем. Да, то есть, мы совместно там с руководителем отдела продаж, самими менеджерами, с маркетологами собираемся и выстраиваем стратегии. Выстраиваем воронки, несколько воронок, если у нас несколько направлений, или воронки отдельно, там, первичные продажи, вторичные продажи, возвращение, сервисного обслуживания и так далее. Это получается несколько воронок, мы выстраиваем между ними взаимосвязи, мы называем это туннелями продаж. В дальнейшем, собственно говоря, определяем сценарий на каждого из этих воронок. То есть, у нас, по сути, есть воронка, есть стадия, а дальше нам нужно понять, что на каждой стадии должно происходить. То есть, в идеале, то есть, мы выстраиваем вот этот сценарий и говорим, что так, вот клиент пришел, мы с ним пообщались, взяли с него какие-то данные, дальше нам нужно сделать что-то со своей стороны. Решить какую-то задачку, сделать какое-то предложение, отправиться и так далее. Если мы можем автоматизировать отправку предложения, отлично, делаем это автоматически. Если мы можем автоматизировать, там, отправку договора, отлично, делаем в генератор этот договор и отправляем, чтобы, не дай бог, менеджеры не занимались перебиванием реквизитов из одного места в другое, ну и так далее. Если у нас есть стадия ожидания от клиента какого-то чуда, то есть, он должен принять решение о покупке, соответственно, мы делаем необходимые напоминалки, напоминалки менеджеру, напоминалки самому клиенту о том, что мы ждем решения или ждем подписанного договора или еще что-то. И стараемся по минимуму задействовать в этом человеческий ресурс. Пусть робот напомнит, пусть робот аккуратненько, вежливо напоминал клиенту и сообщит, что мы вообще-то ждем. И если только после нескольких там роботизированных касаний клиент никак не отреагировал, тогда можно попросить, собственно, напомнить менеджеру, сказать, слушай, вот тут не реагирует человек, позвони, поговори уже голосом. И человек уже будет использовать свое обаяние и коммуникативные навыки для того, чтобы договориться с клиентом. При этом точно так же мы можем использовать различные другие автоматизированные штуки, например, триггеры. Ну вот у меня здесь несколько примеров на слайде, какие могут быть роботы и какие могут быть триггеры. Триггеры – это та ситуация, в которой робот реагирует на какое-то внешнее событие. То есть, например, человек заполнил какую-то форму у нас на сайте или дегенерационную, мы ее в CRM получили, мы ему отправили в ответ на эту форму какое-то предложение или еще что-то, да, и как бы все, человек пропал, не отвечает. Но вдруг он снова зашел на наш сайт, у нас может работать такой триггер, и мы уже, например, тут же из CRM еще что-то ему отправили. Серия типа «Ой, вот вы вернулись, вот вам срочная 10% скидка, перезвонить нам в течение 10 минут». Ну, как вариант, я сейчас фантазирую, конечно, но почему нет. Всякие другие триггеры. Мы там, клиент нам позвонил или прислал письмо, и мы такие «О, отлично, наша автоворонка должна сработать и перещелкнуться на следующую стадию, а там уже что-то, какие-то другие действия». Ну и так далее. Причем они могут быть полностью, причем какими-то своеобразными эти триггеры, да, то есть наши партнеры могут разрабатывать отдельные механики, там, ну, то есть, например, какие-то прилетать оплаты из 1С, там, изменения на складе, в какой-то внутренней системе произошло что-то, и CRM может на это отреагировать и, соответственно, выполнить какие-то действия в коммуникации с клиентом. И это все позволяет нам снять с человека какие-то вот эти рутинные действия, да, и дать ему возможность использовать свой человеческий ресурс, так как он умеет делать это лучше всего. И самое классное, что большинство роботов и триггеров, на самом деле, настраиваются очень просто, то есть там не нужно никакого программирования, нужно лишь немножко понимать в логике, да. Я уверен, что все вы примерно в логике можете разобраться и, собственно, запросто настроите первичную автоматизацию в своей CRM, вот, условно, за пару дней. Когда захочется копать глубже, когда захочется разбираться и делать больше автоматизированных действий, обращайтесь к нашим партнерам, они вам, собственно, помогут углубить вот эту вот всю историю. Ну, и, собственно говоря, когда мы с вами собрались, собрали базу, научились с ней работать, выстроили вот как бы всю историю с продажами, нам с вами есть о чем поработать с уже имеющейся базой, имеющейся историей и, собственно, научиться их сегментировать и использовать сегменты по назначению, да, чтобы возвращать наших клиентов. Ну, собственно говоря, у нас есть много всяких вариантов сегментировать, да, мы можем делать это каким-то признаком, то есть определить, например, там, опять же, пол, город, географию, отрасль, если у вас, как вы продаете для животных, соответственно, там, пол, возраст, питомца, порода и так далее, если вы занимаетесь продажей автомобилей, соответственно, маркетом и так далее, или обслуживанием и так далее. То есть много ваших критериев, по которым вы можете, там, по продуктам, которые продавали, можете сегментировать свою базу и направлять более точные предложения. История, да, то есть у нас есть история взаимодействия с клиентом, что он покупал, когда он покупал, о чем он с нами говорил, мы можем на основании этого сегментировать нашу базу и, соответственно, делать все необходимое и коммуникацию выстраивать. И различные каналы, да, то есть мы можем сегментировать по каналам, ну, то есть понять, например, что. Вот к нам приходили из чата или из ВКонтакте, и с ними надо выстраивать коммуникацию вот таким вот образом. При этом эти сегменты могут же пересекаться, то есть вы можете, например, взять всех, у кого собака породы Доберман, которые приходили к вам в позапрошлом году, и через ВКонтакте. И для них, собственно, выстроить какую-то коммуникацию очень точную в формате языка, условно, в социальной сети и направить им. Какого рода коммуникации, мы сейчас еще об этом поговорим обязательно. Таким образом, создавая такие сегменты, да, во-первых, опять же, это крайне просто. То есть вы просто открываете свою базу, заходите в раздел «Сегменты», выбираете тип сегмента и определяете, какие, во-первых, можете использовать готовые сегменты. У нас там есть целый ряд заранее заготовленных сегментов. Можете определить, просто выбрать их фильтром, отсеять тех, кто не подходит под те или иные признаки, и получить этот сегмент. Этот сегмент будет автоматически потом пополняться, и все ваши коммуникации будут работать на всех, кто в этом сегменте на момент коммуникации присутствует. Есть статические сегменты. То есть вы можете прям конкретно указать. Вот у меня вот есть вот эти 10, 15, 100 клиентов, которые относятся к категории VIP, и я вот с ними общаюсь вот так. Это статический сегмент, он не поменяется, пока вы сами не зайдете и не поменяете что-то. И, соответственно, выстраиваете вот эту вот коммуникацию вот с этим конкретным статическим сегментом. Ну, а дальше, собственно говоря, мы просто решаем, что с ними делать. То есть, окей, покупали в прошлом месяце, отлично, у нас есть для вас новое предложение. Покупали в этом месяце, так, мы вас пока не трогаем, но рекламу вам покажем, потому что в следующем месяце, возможно, вы готовы будете что-то купить. День рождения, супер, вот вам подарок. Еще день рождения того питомца, отлично, вот ему подарок. Так, предотвращло время технического обслуживания, супер, вот вам приезжайте, пожалуйста, вот такие часы у нас есть для записи, ну и так далее. То есть, мы выбираем уже какие-то решения, что делать. Как мы, ну, собственно, да, вот тут на скриншоте показано, как создается сегмент. То есть, выбирайте там из лидов, из клиентов, и, собственно, можете подгружать свои списки и создавать, таким образом, сегмент. Как мы можем коммуницировать? Ну, в общем, понятно. Сейчас поговорим о том, какие у нас есть инструменты для коммуникации. Также помним, что у нас с вами в рамках выстраивания стратегии, да, в коммуникации с нашими клиентами, воронка продаж может решать задачи не только первичной продажи, но и вторичной коммуникации и последующей коммуникации. То есть, мы как бы можем выстроить таким образом, что после того, как завершилась первичная воронка, наши клиенты попали на следующую воронку. Или мы можем создать сегмент, особенный сегмент, и весь этот сегмент отправить на специально выделенную воронку, по которой весь этот сегмент нужно провести. Это так называемый генератор продаж, о нем тоже поговорим. Ну, и, собственно говоря, что, на мой взгляд, очень важно для всех стадий, которые вы выстраиваете для своей CRM-системы, для любой воронки, это стадии успешного и неуспешного завершения. То есть, вы всегда должны знать, что у вас все закончилось хорошо, и знать, почему или чем именно закончилось плохо, да, для того, чтобы в дальнейшем анализировать. Это, на мой взгляд, очень важно. Ну, а дальше о коммуникациях, да, собственно, вот есть такое понятие CRM-маркетинг, да, и оно, собственно, создано и придумано как раз для того, чтобы вы могли использовать свою базу в CRM-системе для возвращения клиентов, для их утепления, для коммуникации с ними, в поддержании лояльности и переведении их в статус поклонников вашего бренда. Какие у нас есть каналы? У нас есть традиционный канал, например, email-рассылка. Сегодня мы уже ее затрагивали, и хочется сказать, что этот инструмент действительно сейчас еще работает. Вопрос только, как его использовать, да, и нужно сказать, что чем точнее вы будете его использовать, тем больше будет у него эффективности. То есть про спам мы все с вами все знаем, но, однако, если вы правильно и точно сегментируете и подбираете коммуникацию, то есть шансы, довольно большие шансы, что ваши письма будут прочитаны и, соответственно, использованы. У вас может быть в качестве инструмента коммуникации смс-рассылка. Окей, у вас есть телефоны, у нас есть смс-провайдеры, подключили, отправили смс-рассылку. Но, опять же, напоминаю про правильную работу с персональными данными, с согласиями на рассылки и так далее, потому что за этим очень строго следят, в том числе операторы, которые рассылают смс. Поэтому имейте это в виду. У нас может быть голосовой обзвон, то есть мы можем, в принципе, из CRM-системы запустить автоматизированный голосовой обзвон, выбрать некий сегмент из там нескольких сотен, например, номеров, и робот будет звонить им и проигрывать то аудиосообщение, которое вы запишите заранее. Таким образом, собственно, вы наверняка слышали эти роботизированные обзвоны и тоже с ними сталкивались. Кстати, иногда это выглядит просто потрясающе круто с точки зрения того, что я пару раз получал звонки, когда только, наверное, на 30-й секунде понимал, что это робот, ну или что это вообще информационное сообщение. Поэтому тут можно подходить тоже со своим изобретательностью и действительно получить хороший результат. Ну и, конечно, один из, на мой взгляд, очень классных инструментов – это таргетированная реклама. То есть если мы создали сегмент CRM, определили точные его характеристики, мы можем этот сегмент выгрузить на рекламную площадку и запустить на них, на этот сегмент конкретные рекламные объявления. Здесь нужно понимать, что у всех рекламных площадок есть свои ограничения по количеству. То есть на трех человек вы не запустите, конечно, но если у вас есть сотни, тысячи в клиентской базе, то, соответственно, это уже хороший инструмент для того, чтобы запускать такого рода рекламу. И реклама прекрасно работает, потому что вы остаетесь в информационном поле. Это практически ничего не стоит. Вы в рекламе платите за клик, но можете вы теснять конкурентов из информационного поля своих клиентов или утеплять их перед тем, как совершить какой-то более качественный контакт, например, позвонить менеджерам или, например, отправить им письмо или еще что-то, напоминать и подогревать интерес к сделке. То есть если человек первый раз к нам обратился, мы можем в дальнейшем догонять его рекламой, чтобы помочь ему принять решение все-таки приобрести наш продукт или нашу услугу. Ну и, конечно же, не забываем про то, что вообще все это делается ради LTV. Наш вот этот LTV, кстати, давно не задавал вам вопросов. Напишите в чат, кто не знает, что такое LTV. Я посмотрю, надо ли раскрывать этот термин. Но задача наша, конечно, повышать этот показатель, и мы делаем это за счет того, что выстраиваем сценарии взаимодействия с нашим клиентом. Отлично. Тогда я рассказываю, я вижу, что есть люди, кто не знает. LTV – это lifetime value. В переводе на русский язык можно это больно перевести как ценность, пожизненная ценность клиента. То есть сколько клиент принес вам ценности за все время взаимодействия с вами. То есть, грубо говоря, наша задача повысить lifetime, то время, в котором клиент с нами взаимодействует. То есть у нас может быть очень короткий lifetime, когда человек пришел к нам, купил один раз, все забыл, надо про нас навсегда. Все, вот эта сделка произошла, значит, lifetime может быть два дня. Также lifetime может быть очень большим, то есть мы можем продолжать с ним коммуницировать, взаимодействовать и всячески побуждать его в дальнейшем принесению нам ценности, то есть покупки у нас, тем самым увеличивая и lifetime, и lifetime value, то есть ту ценность, которую он нам приносит. Вот, собственно, этот показатель очень полезный. Если вы не знаете, для своего бизнеса не считаете, я рекомендую вам, собственно говоря, открыть какой-нибудь Google и погуглить хотя бы что такое lifetime, как он считается, какие показатели хорошие, какие плохие. Для вашего бизнеса можно найти такую информацию и, в общем, постараться с этим поработать, потому что это действительно очень правильно. И я уже говорил, что мы для этого и выстраиваем вот эти вот воронки и взаимодействие между ними. То есть та ситуация, когда вот здесь на скриншоте хорошо показано, что есть первичная воронка конкретной продажи, после нее происходит воронка какого-то сервисного взаимодействия, то есть, например, по-моему, это у нас было из примера установки фильтров для воды. То есть сначала фильтр надо продать, потом его надо установить, это конкретно нужно провести целый ряд шагов, то есть там техники, собирают на складе, связываются с клиентом, приезжают, устанавливают, собирают обратную связь, что все хорошо-нехорошо, а потом еще продавать обслуживание, фильтры надо менять, фильтры надо обслуживать, мыть, менять кассеты и так далее, и все это надо делать с определенной периодичностью. Вот, пожалуйста, у нас есть вот такой вот туннель, по которому идет клиент и периодически возвращается, например, на стадию продажи обслуживания. То есть мы ему продали обслуживание, поменяли фильтры, через полгода он снова в начале этой воронки, и снова мы его по этой воронке проводим. Через два года, например, он снова попадает в продажу, потому что у нас есть новая модель фильтра, и мы можем попытаться им попадать в новую модель фильтра, потому что та уже устарела, что-нибудь там могло потечь, ну и так далее. Да, и вот именно такие сценарии, собственно говоря, мы выстраиваем с помощью вот этих тоннелей. Ну, я уже говорил про генератор продаж, это та самая ситуация, в которой мы можем взять нашу базу, вытащить из нее какой-то определенный сегмент и запустить снова в продажу, например, запустить в какую-то конкретную воронку в виде лидов, запустить в сделками в какую-то конкретную воронку, добавить нашим менеджерам просто на обзвон с конкретным предложением. При этом, как бы, вся эта история происходит, ну, практически в автоматическом режиме. Нам нужно просто определить, кого и куда. Все остальное сделает система сама. Я напомню, что все это, ну, как бы не просто так все эти системы придумываются, не просто так сейчас они набирают такую большую популярность, а как раз потому, что очень многие компании много теряют клиентов, недостатка вот этого внимания и сервиса к ним. И я прекрасно понимаю, почему это происходит, потому что многие отделы продаж замотивированы в основном на то, чтобы привлекать новых и продавать. Но надо помнить, что продажи в существующую базу клиентов, они не хуже, они лучше, потому что оттуда больше дохода, меньше затрат на превозвращение клиента, чем на привлечение и так далее. С этим тоже надо работать. И прекрасно понимаю, что ресурсов человеческих на это может не хватать. Именно поэтому очень важно внедрять автоматизацию в этой части. С продажами повторно может работать вообще исключительно маркетинг. И делать только маркетинговые решения и, собственно, нужно закидывать снова бывших клиентов на отдел продаж, так как это происходит в этой истории. Ну и, конечно, автоматизация. Я повторюсь, это одна из самых важных частей вообще во внедрении CRM-системы, потому что CRM-система как Excel-файл бессмысленна. То есть потому что вы начнете ввести свою базу клиентов там, ничего не выиграть. Нужно именно автоматизировать, нужно автоматизировать контакт, планирование следующих действий, планирование следующей продажи этому клиенту, ставить задачи и добиваться решения этих задач внутри отдела продаж, вообще внутри компании. Отправлять клиенту материалы автоматизированно, материалы, документы, слежение за ними. Вот это ожидание реакции от клиента тоже должна быть хорошо прописанным сценарием в CRM-системе, чтобы не возникала ситуация, когда менеджер услышал в трубке «мне надо подумать» и «забыл о клиенте». Он забыл, система не забыла. Система вспомнит, напомнит, подергает клиента, подергает менеджера и так далее. Конечно же, использование рекламных инструментов для того, чтобы поддерживать интерес клиента, сохранять его знания у нас. Вообще в чем это помогает? Мне кажется, уже очевидно. Это, собственно, повышение конверсии в продаже. То есть вот эта работа с той базой, которую мы накопили, это повышение конверсии, потому что мы можем использовать всякие автоматизированные вещи и маркетинговые инструменты, чтобы помочь менеджеру продать. Мы можем повысить повторные продажи и, конечно же, работать с лояльностью наших клиентов. И это все приводит, собственно, к хорошим результатам. По исследованиям одной западной компании, которая проводила это на западном рынке, я полагаю, что у нас не сильно отличаются данные, до 30% увеличения выручки компаний, может быть, если вы начинаете просто системно работать с маркетингом вот этим, с CRM-маркетингом. Это как бы очень неплохой показатель. Поэтому помните, что для того, чтобы все это работало, нам нужно создавать критерии, которые нам нужно сохранять в CRM-системе, чтобы мы могли в дальнейшем точно сегментировать нашу клиентскую базу, чтобы клиенты либо нам в процессе автоматического контакта, кстати, тут всякие чат-боты помогают спросить у клиента сразу несколько автоматических вопросов для того, чтобы в системе сохранить данные о нем более качественно, и не задействовать для этого менеджера. А менеджер же потом подключается, когда он с клиентом беседует. Формы, когда вы делаете лид-генерационные формы, задайте там сразу один вопрос, который вам поможет, вот этот критерий обеспечить. Больше вопросов сдавать плохо, там конверсия начинает падать. Ну, один наверняка можно. Посмотрите, какой из вопросов будет меньше всего снижать конверсию и меньше отталкивать покупателя, и, собственно, используйте. Дальше вам нужно настроить все воронки, цепочки, шаблоны писем, шаблоны документов и так далее, чтобы вам по максимуму автоматизировать. Ну, и, собственно говоря, определиться, какой канал вы используете для дальнейшей коммуникации с этим клиентом и использовать его уже в рамках CRM-маркетинга. На этом у меня все на сегодня. Спасибо. Меня зовут Сергей Кулешов. И если у вас будут вопросы за пределами вебинара, то моя электронная почта на экране, я на нее всегда отвечаю, поэтому обращайтесь. А также готов ответить на вопросы сейчас, если они у вас имеются. Если партнеры еще не ответили на что-то, я с удовольствием поотвечаю. Будет ли запись? Да, один из самых частых вопросов. Конечно, запись будет. И мы пришлем ее вам на ту почту, на которой вы регистрировались. Так что не надо сюда присылать почту в чат для записи, а это все произойдет автоматически. Вот ценность автоматизации как раз в том, что такие вещи можно делать автоматически. Спасибо вам большое за то, что слушали нас. Мне кажется, сегодня был очень крутой вебинар. Я реально заслушался. Если вы видели мои заметки по докладу Мана, это мне кажется очень круто. Ох, тут есть несколько вопросов. Сейчас попробую на них поотвечать. Если мы из России подключились, мы лишаемся этой интеграции или нет? Да, к сожалению, для разных стран у нас есть разные наборы, в том числе сервисов, с которыми мы работаем. Именно по Казахстану я вот так на память не вспомню, но наверняка такая возможность есть. То есть есть такая опасность, ну, не опасность, а ситуация, в которой вы можете действительно каких-то интеграции не получить. Поэтому уточните у нашей технической поддержки или у партнеров, они вам посмотрят и ответят, что ничего у вас не хватает, и попробуем решить эту проблему. Что именно можно настроить, какие триггеры. Где посмотреть? Ну, на самом деле, я бы порекомендовал посмотреть какой-нибудь из наших вебинаров, посвященных автоматизации, на сайте b324.ru есть в разделе новости. На главном смысле там поищите вебинары, там есть история, там по автоматизации можно посмотреть, там коллеги мои с продуктового отдела очень детально показывают, рассказывают про триггеры и роботы. Вообще вы можете у себя в b324 зайти в сделки, перейти в закладку роботы, нажать кнопку изменить, там есть триггеры, нажать в выпадающее меню и увидеть, какие триггеры доступны. Но, опять же, это не ограничение, то есть те триггеры, которые изначально сделаны, не факт, что это все, что есть. Многие триггеры могут сделать наши партнеры с помощью своих технологий и, соответственно, помочь решить вашу конкретную задачу, поэтому не ограничивайте себя тем, что у нас уже есть. Как отслеживать работу точек продаж, если это e-commerce, дистрибуторы и большие сети? Есть какие-то возможности? Работа точек продаж. Ну, это, я так понимаю, речь идет об аналитике. И с точки зрения e-commerce, например, вообще в e-commerce платформа, на которой работает ваш интернет-магазин, она уже обычно обладает огромным количеством аналитики, и там можно хорошо все это видеть. Если у вас как бы есть целая сеть дистрибуторов, которые, собственно, продают, то надо следить уже отгрузками за ними. Но, смотрите, если интегрировать ваш, я так полагаю, что у вас там есть ERP, который умеет считать все, ERP или какая-то Одинеска, хотя бы учет торговли, это можно интегрировать с CRM-системой, и также ваш сайт можно интегрировать с CRM-системой и собирать, например, все в сделках, и дальше уже в CRM-системе анализировать по сделкам и видеть там, какое количество закрывается, обгрузки, как происходит и так далее, и действительно анализировать вот именно с точки зрения продаж. от тех точек, которые у вас присутствуют. Всех в CRM-системе не завести, но именно за счет интеграции разных систем, в которых эти данные уже есть, в CRM-ке такие отчеты построить можно. Так, 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 так. Влад еще задает вопрос. Влад, он сегодня самый активный. Скажите, есть ли какие-то готовые проверенные БВУ многими компаниями комплексные шаблоны для разных ниш бизнеса, чтобы все эти триггеры и шмигеры уже были заведены и сделана логика. Вы знаете, я не могу сказать, что есть прям вот уже готовые продающиеся комплекты. Мы сделали все для того, чтобы такие вещи появлялись. Здесь у нас есть так называемая технология отраслевых CRM-систем. Она как раз подразумевает, что наши партнеры, которые работают в полях с конкретными клиентами, могли создавать такие отраслевые решения и выкладывать их в наш marketplace, в наш раздел с приложениями. Загляните туда, там есть раздел прямо специальный, который называется отраслевые CRM. Это можно на сайте B324 в разделе приложения посмотреть. Возможно, там найдется уже что-то готовое под ваш бизнес. Но я вот там не заглядывал туда, наверное, довольно продолжительное время. Не знаю, какая сейчас там обстановка. Но вот с точки зрения инструментария, для того, чтобы такая штука, такие комплексные шаблоны появлялись, мы сделали все необходимое. Осталось только дождаться, когда рынок наполнит нам вот этот магазин решения. Так, давайте, поскольку мы уже чуть-чуть задерживаемся, я на последний вопрос отвечу и будем с вами расходиться. Я понимаю, что на самом деле диалог может продолжаться долго. Как объединить работу маркетинга, которая общается, продвигает продукт с конечными потребителями, а дел продаж, который продает не напрямую, а через дистрибуторы по крупной сети. Правильно понимаешь, что спасут разные воронки и туннели объединяющие. Есть еще какие-то инструменты, ничего не хочется спускать. Александр, у вас очень хороший вопрос, но довольно сложен с точки зрения вот так вот быстро на него ответить. Кажется, что, когда у вас есть отдел маркетинга, ему очень важно работать с CRM-системой, потому что он должен получать обратную связь от того, насколько работают его маркетинговые инструменты, например, в том или ином регионе. Если у вас есть дистрибуторов, я так понимаю, что вот эти сети, они работают в разных регионах. И маркетинг у вас точно так же работает где-то в одном регионе, в одну может продвигать историю в другом, в другую и так далее. И, соответственно, очень важно понимать и интегрироваться с теми системами вашими, которые учитывают продажи ваших дистрибуторов, чтобы отдел маркетинга понимал, что вот эта рекламная компания, например, в том-то регионе, или вот эта рекламная компания федерального масштаба дала такой-то ответ в тех или иных регионах. И, соответственно, мы увеличили продажу тех или иных продуктов через дистрибуторов или нет. Что касается отдела продаж, то отдел продаж – это тоже участник всей этой системы. То есть он точно так же занимается взаимодействием с дистрибуторами, рекомендует им те или иные товары или, например, помогает им выстраивать продажи уже у них. Соответственно, они точно так же участвуют во всей этой истории, выстраивая коммуникации. Просто для отдела продаж в данном случае клиент – это дистрибутор, а для маркетинга, скорее всего, клиент – это не только дистрибутор, но еще и конечный покупатель. Поэтому у вас будет несколько направлений воронок в вашей CRM-системе. С одним работает отдел продаж, и вся аналитика по нему будет доступна и ему, и маркетингу. И для отдела маркетинга, например, отдельное направление, в котором идет работа с интернетными клиентами. Ну, в общем, здесь кажется, что немножко запутанно, но вопрос действительно сложноват. Лучше всего, если вы обратитесь с ним к нашему партнеру, и они уже детально посмотрят, как выстроены ваши процессы, и помогут вам объединить вот эти вот все воронки в туннеле, чтобы вы ничего не упускали. Ну что ж, на этом заканчиваем. Спасибо вам огромное, что задержались до завершения вебинара. Спасибо вам за то, что сегодня пришли. Очень здорово, мне кажется, сегодня все прошло. Напоминаю еще раз, что запись мы вам обязательно предоставим и пришлем ее, как только она будет готова, то есть сконвертирована для просмотра, вы получите в нее ссылку. Все материалы, которые мы пообещали, тоже придут вам чуть позже на электронную почту. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на нас и на email-рассылки, и в социальных сетях мы будем анонсировать подобные вебинары обязательно. Всего доброго, хорошего вам дня, и до новых встреч.